Да-да-да, здравствуйте. Ну, здравствуй, Алексей. Здравствуйте. Вот видишь, как ты на публиках хорошо играешь. Здравствуйте. Я уже посмотрел. Я вообще актер. Люблю актерское мастерство. Я вижу, ё-моё, вижу. Молодец. Занял свою нишу очень хорошо. Да кто там алкоголик-то? Ну, судя по вашему поведению, больше вы похожи. По какому поведению? Ну, давай мы с тобой начнём изначально, с того, с чего началось. Во-первых, я твои видео никогда не смотрел. Посмотрел я их после того, когда мне скинули видео, где ты имел такое неосторожное выражение, ведь я этим пидорасом объявляю войну. Ты вообще, смысл этого слова, ты его понимаешь? Конечно. Ну, и где ты пидорасу увидел? Ну, они же поступают плохо, значит, пидорасы. Слушай, давай только вот без наигранности. Вы понимаете, мне 16 лет, я по-другому себя вести не могу. Я сейчас прекрасно понимаю, что ты вот это сейчас опять делаешь. Ну, это понятно, твой заработок. Ты сейчас это делаешь на заработке. Поверьте мне, с этого я зарабатываю немного. Ну, а зачем ты? Я вам расскажу. В 2003 году мне продали сборку плохую. Ну, вы не перебивайте, дайте мне сказать. Ну, ты же меня перебил сначала. Нет, изначально вы меня перебили, когда я вам хотел объяснить про алкоголика, а теперь снова перебиваете. Я понимаю, что вы старше. Я все понимаю. Я слушаю. Смотрите, в 2003 году мне продали сборку на рынке. С тех пор я сказал, что буду ссать этим пидорасом на лицо. И по-другому я не могу. Я мщу. Понимаете? Мне психику поломали. Я злой, озлобленный человек. Ну, психика это уже врача. Ну, все-таки. Ну, вы же хотели со мной поговорить. Давайте поговорим. Я вот с тобой пытаюсь нормально поговорить. Ну, у вас такая позиция, что люди, которые меня смотрят, дети, балаган. Зачем? Леша, давай мы с тобой на откровенность. Давай. Да, да, да. Я вот сегодня смотрел твой обзор последний. Никогда не смотрел, честно тебе говорю. Вот два последних, точнее три последних, которые я видел. То есть сборка Катасофта номер один была. Какая-то февральская, по-моему. Где была ссылка на сайт Дворского. Вот. Вот вторая сборка, это мне скинул, к сожалению, я не могу даже ника прочитать. Понимаешь, это, как говорится, молодежь сейчас очень хорошо читает такие ники. Мне сложно язык ломать. Так подписаны. То есть тот товарищ, который в Дискорде был. Наверное, самый адекватный из всех людей, которых я там встретил. Вот. Он мне скинул ссылку на сборку вчерашнюю, которую делал ты обзор. Вот. И последний я посмотрел, точнее не последний, предпоследний. Сейчас мне уже показали ссылку к записи вот этого разговора. Да. У меня на самом деле микрофон не работает. Точнее, микрофон работает, у меня все включено. Но я говорю, но я никого не слышу. Слышу тебя урывками. Я не знаю, в чем это дело и заморачиваться не хочу. Ну, хорошо, проблема с Дискорде может быть. Благо, что мы с тобой здесь сошлись. Давай мы с тобой начнем с того. Зачем, ну, скажем так, по-другому. У меня есть свой трекер. На этот трекере выкладывается масса материала. Сборки в том числе. Я в сети более 20 лет. И был такой трекер ранее, Tornado.ru, который потом, знаешь, да, был большой скандал по поводу советника президента, что он якобы является... В общем, этот трекер, он развалился. Развалился на два разных трекера. Часть команды ушла ко мне, часть команды ушла на другой сайт. Сборки, они как изначально были, так они и остаются. И у этих сборок есть поклонники. Дело не в том, что их делают для того, чтобы кого-то обмануть, из кого-то взять каких-то денег или завладеть какими-то личными данными. Возьмем, в частности, Катасофта. Вот я тебе сейчас сам смысл просто объясню. В чем ты не прав? Ты не знаешь человека, не знаешь его жизни, не зная вообще, что он вообще в жизни переживает. Вот ты, знаешь как, с таким, вот, подайте Христа ради. Ты вообще, вообще, ну, подумайте, даже себе представьте. Можно вас перебью на секундочку? У меня есть правило. Я никогда, ни в одном из своих роликов, не выдаю настоящее имя. Я знаю, как его зовут, знаю, где он живет. Замечательно. Все знаю. И какие у вас были трекеры? У меня очень много людей, осведомителей. Я вас уверяю, все, что произошло сейчас на вашем трекере, произошло без моего ведома. Я был на даче, пех пасху. Это уже цепная реакция, которую уже, к сожалению, не остановить. Поэтому говорите мне, вы не говорите. Я борюсь не с А. Ну, зовут его, мы знаем, как его зовут. У Войс, а что, и никто не скрывает? Да, я, я, у меня все претензии к персонажу. Личные данные не выдаю, поэтому мне без разницы. Личные качества, как он живет, какие у него проблемы. Он-то их не скрывает. Зовут его У Войс. Это все прекрасно знают. Зачем? Вы выдали личные данные, зачем? Он этого сам не скрывает. Мне без разницы, его личная жизнь, я не оскорбляю личную жизнь никого. Даже товарища Уралсофта, который просто разозлил интернет весь. Ему нужно вообще скрыться где-нибудь и вообще не выводить. Я с Уралсофтом не общаюсь, это первое. У нас с Уралсофтом в свое время, как раз на том самом Торнадо, который был, по его сборке вышел конфликт. Тогда, когда, ну это долгая история, рассказывать очень долго. В принципе, по моей инициативе, по инициативе еще одного из модераторов по тем временам, Дмитрия, эти сборки закрыли. Закрыли первые мы их, именно на том самом Торнадо. Ну, вы можете подтвердить, что он нечестный человек? Я ничего подтверждать не хочу, я сейчас эти сборки даже не тестирую. Ну, видите, своих прикрываете. Нет, на тот момент, да, я подтверждаю, что в сборках было куча дерьма. Даже был такой момент, мы с ним общались, ну, общались как в переписке. Вот, я ему задал вопрос, когда я сборку распаковал всю, по тем временам он туда интегрировал софт, и была сборка Майлору Агента. На тот момент она была очень популярна. Вот, я сборку распаковываю, и в сборке вижу патч. Патч, причем патч это, ну, самый настоящий троян. То есть, он там, я уже, это давно просто уже было. Но, факт этот был, да. И мы после этого с ним прекратили общаться вообще. То есть, я сказал, что я поддерживать ни в коем разе не буду, хотя, ну, какое-то время, да, был такой момент, когда его сборки выкладывались, проверялись, вопросов нет. Теперь же, что касается непосредственно сайта, непосредственно сборок и всего остального. Вот, объясни мне, ты вот в своих видео часто упоминаешь, вот здесь Эдуард здесь, но Эдуард-то здесь при чем? Если человек выражает свою благодарность кому-то, это не говорит о том, что они делают какое-то общее дело. Если человек обратился ко мне за помощью, тот же Увы обращается. Эдуард, это история отдельная, он сам разработчик, и у него мозгов хватает своих, чтобы делать что-то, ну, свое. Ну, я просто сказал, что там написано, я же ничего на него не сказал, я же его не оскорбил. Леша, Леша, тебя, вот, поверь мне, как человеку более старшему, человеку, который много общался с людьми, с разнообразными, у меня такова, так моя судьба сложилась. Я тебе не буду, как говорится, рассказывать, где, что, как, ну, можешь мне поверить, что у меня было очень много людей, с которыми я общался, и с людьми довольно-таки образованными, ну, неважно, дело не в этом. У меня есть опыт общения, я в своем, так вот жизнь сложилась, что я в некотором роде стал психологом. Я предполагал, что в этом дискорде будет вот этот цирк весь образован. Нервы у меня сдают, я здесь даже говорить ничего не хочу. Ну, когда пишут вот эти вот хамские комментарии, мне ничего не остается, как сорваться. Не, ну, вы публичный человек, меня каждый день оскорбляют, поскольку раз тысячу, ничего тут страшного нету. Леша, ты публичный человек, я владелец трекера. Понимаешь, я даже с него денег не получаю, с этого трекера. У меня, вот, если хочешь, я тебе даже могу статистику показать. Не надо, не надо. Давайте я вам... Подожди, ты сейчас поймешь, с чем я тебе разговариваю. Я зашел на твой сайт, и сегодня именно вот этот просто момент получился, когда задели меня лично. Ты своим вот этим видео задел меня. Во-первых, сборок я не делаю. Я делал в свое время сборки, это в самом начале, сборки были XP еще. Я их делал вообще для узкого... То есть матрос с одной S, это совсем другой человек? Это совершенно другой человек. Это Володя. Я сборок не делаю. Я делаю сборки для себя, делаю сборки для своих знакомых. У меня есть, я служу технику, и делаю я сборки только интеграцию и обновление. Не, ну так смотрите, я же вас первый не оскорблял, вы сами пришли в тот же самый Discord, или куда начали писать, что я подменяю информацию. Хотя в последних роликах... Подождите, перебью. В последних роликах я наоборот говорю, что Катасофт молодец, что он меняется. Вы видели, что он за трэш выпускал еще в 2018 году? По 500 ошибок было. Какой это был трэш? Сейчас я единственное заметил, что, ну я не знаю, зачем брать за основу того же самого этого Авгорского? Зачем? Что нельзя самому собрать? Помогите ему собрать, если он не может. Послушай меня. У меня есть видео сейчас, на данный момент. Я его начал заливать, когда мне начали хамить, я просто закрыл брауку. Сборку эту, которую сказали, что она переделана из сборки Горского, я тебе на 100% даю гарантии, что это сборка именно Уэйса. Что... Вообще, как это получилось все? Что было сделано, это был взят твик. И так как Уэйс очень, ну, по состоянию своего здоровья, он эту сборку делает несколько пресесно. Единственное, я тебе могу скинуть это видео, тебе лично, чтобы ты понял, что я не вру. Это видео было снято не сегодня, а вчера, когда еще не было прецедентов никаких. И я разговаривал с Уэйсом, позвонил ему по телефону сначала, потом с ним связался в скайпе и сказал, Уэйс, пожалуйста, прокомментируй все, что произошло. Он прокомментировал, извинился, я тебе солью это видео сейчас. Я его не буду заливать на YouTube. Ну, не знаю, раньше он мне угрожал, писал всякие гадости. Алексей, ну вот, понимаешь, как вот, я даже не знаю, как тебе вот это вот, чтобы ты понял смысл весь. Ты пойми, что у каждого человека в жизни бывали разные события. Сейчас вообще люди все нервные. Вот я сейчас с тобой просто пытаюсь вот до тебя достучаться. Вот понимаешь, просто брать, как говорится, давай по-другому я скажу. Ты вообще на сайте, у меня был на сайте? Ну, честно. Нет, я в основном беру материал напротив Windows. Там самый трэш. И, кстати, чтобы вы знали, знаете, почему я тогда сказал пидорасы? Почему? Потому что я тогда разозлился на господина Флинта. Он там так подписан. Потому что человек просто, как комбайн, массово заливает, как бы, зараженный материал. Поэтому я настолько тогда разозлился. И у меня было два инцидента. Меня очень сильно подставили. Были хорошие чистые сборки. Я выкладывал на них обзоры. Ну, тут люди начали писать, что там откровенный вирус, откровенный трэш. Я тогда настолько разозлился и сказал, что больше я хвалить сборок не буду. И с 19-го года рубрика, ну, обзоры сборок закрыта. И осталась только рубрика говносборки. Чистые сборки, в основном, я и не трогаю. Я бы и Катасофта не трогал бы просто. Если бы тогда не вылезло как раз вот это. Значит, по той сборке, по той сборке, я тебе скажу, в чем там беда. Был такой активатор от Райана. Вот. Это еще было как раз во времена первого торнадо. Вот. Активатор был очень востребован. То есть, он действительно активировал. Ну, как говорится, были негативные моменты в этом активаторе. Ну, увы, я не знаю, по какой причине. Я с ним много раз разговаривал на эту тему и говорил, вообще удали этот активатор. Честно говоря, я не понял момента вот в твоем обзоре. Там что-то было про КМС-активатор, что-то там какой-то Троян. Я вам сейчас объясню. Смотрите. Есть сборки, где откровенно написано Hack Tool. Я прекрасно понимаю, что Defender определяет какое-то количество активаторов как Hack Tool. Ну, как Троян, грубо говоря. Ну, допустим, у некоторых товарищей там целое ведро. То есть, уже откровенно сыпятся далеко не Hack Tool, а откровенные просто вирусы. Это не раз попадались люди, понимаете? Алексей, вот тебе бы с этим вопросом, чтобы такие вещи утверждать, тебе надо было бы обратиться на Руборд. Ты слышал такой ресурс? Какой? Руборд. Да нет, особо нет. Вот. А я бы тебе, это здесь, я тебе сейчас не, как говорится, это, я тебе не прикалываюсь над тобой. Вот если туда зайдешь, вот все разработки, которые появляются в сети, так же, как и на зарубежных ресурсах, многие растут все с Руборда. все активаторы в основном делает у нас Артиборус. Это очень уважаемый человек, мы не слышим такого. Вот. Все активаторы, там, много там людей, там много обсуждений, ты зайди, почитай, там несколько, то есть, Руборд, это, ну, скажем так, большой чат. Я вас понимаю, но дело в том, что я, по сути, красноглазый, я многие годы просидел на Линуксе, топил за Open Source, и у меня валялся старый ноутбук, на котором была просто наклейка с виндой, поэтому я поставил себе винду, ее активировал. Я сам по себе сторонник, как бы, лицензионного программного обеспечения, понимаете? Леша, ну, к сожалению, в нашей стране, ну, по крайней мере, в нашей, оно и больше, наверное, так же. Не все имеют возможность купить линозерную. Ну, вы знаете, я житель Республики Беларусь, как бы, дружественная страна, но у нас пенсионеры сборки не делают, и для меня очень страшно, что люди в возрасте, которые могли бы заниматься творчеством, внуками, понимаете, вынуждены заниматься сборками этими, но у нас вообще такого нет. А ты никогда себе такого предположения не ставил, что человек может заниматься сборками просто из-за того, что это его хобби? Ну, нравится ему. Понимаете, это уже пережиток, пережиток, это уже как бы спроса на этого особо нету. Так, при чем здесь спрос? Если на сайте их качают, те же сборки Катасофта, значит, спрос-то есть, и у него есть свои поклонники. Ну, я бы сказал бы, что не особо-то его уже и качают. Ты же не был у меня на сайте. Ну, ну, это мало. Я считаю, что сейчас придет эпоха огрызков. Это сборки, которые за счет параноиков будут процветать. Это лет 6 тысяч, это будущее. Как ни крути. А чем тебе сборки 6 тысяч не устраивает? А почему не меня, ну, как вам сказать, я сторонник целостной системы? Это уже как бы другой вопрос. Они не то, что меня не устраивают, это я имею в виду, что это будущее. Леша, ты никогда никогда не думал о том, что твое мнение может быть ошибочным? Мое мнение субъективно. Понимаете, я не СМИ, я не газета, я же не газета. Я обычный, живой человек, поэтому мое мнение, оно само по себе субъективно. Леша, вот ты как раз выкладывая обзор на Ютубе, ты являешься неким, как тебе сказать, информационным ресурсом. Да нет, неправда. Ну как нет? Ну зачем ты? Ну ты же сам это прекрасно понимаешь. И для этого ты и делаешь это. Ну, это, понимаете, просто у меня еще есть другие рубрики, люди тоже смотрят. Я бы не сказал бы, что именно эта рубрика супер популярна. Просто получается смешной материал, и люди приходят и ржут. Ну зачем? Зачем засовывать в красивую семерку, зачем засовывать обоину с кофе? Ну господи, ну я не знаю. подожди, ну давай мы с тобой по-другому. Ну у каждого человека есть свои какие-то предпочтения. Одному нравится кофе, другому нравятся бабы, третьему коты, четвертому автомобиле. Ну почему бы нет? Я не знаю. Я когда сам делал сборки, у меня когда-то была популярная сборка. Подожди, ну есть же ведь, есть сторонние, то есть есть темы стандартные, десятки, есть магазин, где есть сторонние темы. Ты знаешь об этом? Конечно. То есть каждый человек, войдя в свой аккаунт, может скачать тему и установить ее. Тема разнообразная. Да, да, да. Там присутствуют любые картинки. Природа, там я не знаю, кофе, пальмы, женщины, и все что угодно. Я с вами согласен, но когда эта тема ее плющит, она плохо работает. Опять же, это мнение твое. Ну да, ну если бы оно было совсем плохим, люди бы так бы не смотрели бы это, понимаете? Они же могут всегда проверить. Так ты понимаешь, в чем дело? Вот у тебя свой контингент, да? У того же Катасофта, у него свой контингент. Им нравится тема Катасофта. Ну почему ты должен вот это вот, ну грубо говоря, обсевирать? Ну понимаете, критика должна быть. Всегда. Всегда можно написать ответный ролик. Леша, давай я тебе вопрос задам, а ты мне честно ответишь. Да, да. Вот ты комментируешь сборки, да? Человек, который этим занимается, должен быть по крайней мере, я тебе не подумай, я тебе не хочу оскорбить сейчас, я тебе сейчас даже факты, именно этот комментарий я оставил сегодня, который удалил. Я ничего не удалялся, честно. А я тебе, вот сегодня я человек верующий, вчера был большой праздник, я тебе клянусь, что я оставил комментарий, клясться нельзя верующим людям, я оставил комментарий, он висел буквально наверное 5-7 минут, я обновил с вами в комментарии. Ну или нецензурная брань была, или же модератору не понравилось? Чего подобного, никакой нецензурный брань. Значит модератор удалил, я в это время другими делами был. Какой модератор? Ну у меня много разных, вот только, ну... То есть это твои модераторы? Ну наверное на основном канале человека 3, на дополнительном лайв канале тоже человека 3 примерно. Так возьми у модераторов, поинтересуйся, какой комментарий был, какого он был содержания. Я тебе, ну дословно не могу сказать, я тебе написал, что ты комментируешь такие вещи, не имеешь даже элементарных знаний. Я тебя мотивирую даже чем. Но я с точки зрения обычного пользователя все это делаю. Леша. Я же никогда не говорю, что я профессионал. Ну тогда же и надо все это адекватно приносить. Вот ты, понимаешь, ты являешься вот этим информационным порталом для большого количества, довольно большого количества людей и даешь им ложные сведения. Ложные в том плане, не в том плане, что ты их хочешь обмануть, а в том плане, ты даже не понимаешь, что ты говоришь именно. Вот именно касаясь обзора вот этой пятой версии. Ты открываешь панель управления, где программное обеспечение установлено. Вот. Смотришь на анлокеры и говоришь, а, эта программа снимает галочки. Смотришь на хатчек, хатчек, он снимает контрольные суммы. Есть программы, это программы, которые необходимы для людей, которые, ну, по крайней мере, занимаются программным обеспечением. Ну, здесь, понимаешь, это, я тебе не то, что в упрек это говорю, но если ты занимаешься такими вещами, эти вещи надо хотя бы знать, хотя бы стремиться к тому, чтобы это знать. Ну, стараюсь, конечно. Не видно стараний, понимаешь, и это, это, в случае, этот не единственный. Есть такая утилита, 78 сетат, есть такой, очень известный человек, есть такой сайт, USB торт, где этот человек выкладывает свои разработки, конти. Ты вообще-то интересуешься вот так, программным обеспечением или ты только в 10, вот, в операционных системах сборках завис? Ну, почему? Ну, в основном, свободным программным обеспечением. Ну, свободным. Я тебе скажу, что, скажем, 78 сетап, это очень известная утилита, вот, она позволяет устанавливать несколько операционных систем, она автоматически определяется, ну, скажем, если человек записывает на флешку, вот, там, ну, скажем, несколько install-vim, да, она автоматически определяет, и получается тот же самый оригинал, совершенно тот же самый оригинал, то есть, оригинальный install-vim, который помещается на флешку, но появляется возможность установить операционные системы несколько штук с одной флешки. Ну, это образно я тебе объясняю, что это такое. Вот, ты эту утилиту, являясь вот этим информационным порталом, скажем так, для некоторого количества людей. Вот, ты ее называешь, там, по-моему, три квадратика, если я не ошибаюсь, или что-то типа того. Ну, она просто мне не нужна. Так, вот, давай мы с тобой теперь просто дойдем до истины. Так, к чему вот этот вот бардак разводить? Вот, опять же, я сейчас опять же буду примерами приводить. нарушена целостность системы. Да, я с тобой согласен. Я тоже противник, даже не то, что не сторонник, я противник того, что делают сборщики. Страшный дизайн, страшный дизайн, мерзкий. Подожди, опять же, ты понимаешь, это сугубо личное дело каждого. Ну, я за ним... Я имею право тоже об этом говорить, поэтому я просто высказывался. Алексей, ты имеешь право об этом говорить, но ты должен соблюдать рамки какие-то, понимаешь? Не, так я же соблюдаю. Не соблюдаешь. Почему? Ну, я тебе уже сказал, я этим пидорасом объявляю войну. Это твои слова. Я же вам рассказал за чего. А вы, а вы себя причисляете к тем людям, которые занимаются мошенничеством? Если вы причисляете, ну, другой... по сути, по своей мошенничеством никогда не занимался. чего вы тогда обиду к себе эту какую-то... А с чего ты взял? Обида это удел слабых. С чего ты взял? Чего вы тогда обижаетесь на то, что я сказал про пидораса? А с чего ты взял, что я обиделся? Ну, так от чего вы цепляетесь к этому, что... Я не цепляюсь, я констатирую факт. Какой факт? Факт того, что это было с твоей стороны. Вот именно, вот видите, мы друг на друга похожи, значит, мы имеем одну точку зрения. В некотором роде. Ну, конечно. Я в отличие... Видите, сразу понимание хорошее, и вы не любите, я не люблю. Я в отличие от тебя это прилюдно не говорю людям, которых я... Да ладно, у вас в стране на каждом телеканале об этом говорят. Что говорят? Фу, эти гей-парады показывают, как людей бьют все остальное. Это нормальное дело. Гей-парады бьют... бьют еев? Ну, конечно. Я, допустим, за. Ну, вот видите, вы цепляетесь к тому, что я сказал про пидораса. Ничего тут страшного нету. Так ты-то назвал, вот, сам смысл понимаешь или нет? Я назвал пидорасами мошенников, мошенников назвал пидорасами. Каких мошенников? Ну, каких? Разных? Я же... Ну, каких именно? Ну, вот, скажем, сборка Катасофт. Мы с нее начали, давай мы ее... Катасофт, я считаю, что это просто безвкусица такая, знаете, криво, коряво. Особенно вот эти от руки нарисованные новогодние сборки, там, где снегурки с фотошопом. Ну, это настолько страшно и ужасно, что просто... Это живой материал был на ура, который заходил. Притом, что мне же... Вы понимаете, что вы не на меня должны обижаться? У вас же есть там шнырь такой, Толя Каневский ходит. Его Дима зовут по-разному. Кто-кто-кто? Каневский, Каневский. Винрон, Винрон, слышали такого? Это человек, которого я забанил. Вы его забанил. Рассказываю вам историю. Я не знал ни вас, ни ваши сайты, никого не знал. Там вы обидели этого Винрона. Видимо, ну там... Это, извини, пожалуйста, одну секунду, я отойду. Очень интересно у нас с тобой беседа. Я вам расскажу все, как было. Хорошо, сейчас секунду, я подойду. Ну, продолжим. Ну, изначально у меня мой канал был посвящен Линуксу, по большей части. И тут появляется этот Винрон. Видимо, где-то он там на ваших торрентах был обижен кем-то, я не знаю. Мной? Наверное. Он начал скидывать мне скриншоты. Извини, я тебе даже... Пожалуйста, я тебе перебью. Я тебе скажу, чем именно. Да-да-да, расскажите. Был такой мегатрек, сайт, украинский ресурс. Вот. На этом мегатреке меня очень длительное время приглашали меня туда модератором. У меня тогда еще не было своего сайта. Вот. Я модерировал этот самый старый торнадо. Вот. Я нахожу эту сборку, ну, само собой, то есть, модератор, мы ищем какой-то материал, который где-то находится на каком-то ресурсе, ну, где больше нет, да. Вот на этом мегатреке выкладывались некоторые сборщики, ну, часто приходили молодые ребята, приходили какие-то сборки, выкладывали, причем иногда были достойные вещи. Вот. В итоге я скачиваю сборку, у меня даже видео есть по этой теме, оно, правда, там немножко я себе позволил вольности высказываниях, вот. Но есть видео про активатор, где активатор отиворуса был перепакован, и в него был встроен майнер. Я это видео обнародовал и сказал, чтобы этого человека знали в трешении. Ну, так а вы говорите, про кого я называю, вот его и называю. Дайте я вам дальше расскажу. Слушаю. Вот. Ну, я как понял, что человек, ну, помните мультик Маугли такой был? Ну, конечно, помню. Он такой типичный шакаленок, который с одной стороны перебегает к другому, и он был обижен, и начал скидывать мне скриншоты, я же не знал, кто он на самом деле. Где KDF-X, тоже знаете, наверное, товарищ. Знаю, конечно. Сейчас товарищ совершенно поменялся в лучшую сторону. Ну, многие сборщики оскорбляли, получается, людей в комментариях. Начал скидывать мне ссылки на образы, и так, по сути, эта сборка, эта рубрика, точнее, начала развиваться с 17-го года. То есть, вот эти все ролики сделаны благодаря вот этого товарища. В конце 18-го года он начал переобуваться, вот, и слился к Уралсофту обратно. И самое, что интересно, господин Катасофт продолжает с ним общаться, вы хотя бы его предупредите, потому что такой друг хуже 10-ти врагов. А откуда вообще такая информация? Ну, я видел, что они отлично переписываются с Леха-342, там же с Леха-342 сотрудничает тот же самый Катасофт. А при чем с Леха-342? Ну, между ними там как-то общаются они, я как понял. Ну, я тоже с Лехой-342 общаюсь. Ну, вот... Леха-342, значит, давай мы с тобой немножко точки на дыр оставим. Значит, в отличие от трекера, Леха-342 зарабатывает деньги, он, кстати, делает и сам некоторые вещи, там, дизайн студии, это его детище, вот, он сотрудничает с Аноховым, всем известный сбор, Минстал, вот, они вместе это делают. Леха делает лайты, Анохов делает полные сборники. И Леха на бабочке. Я в курсе, мне рассказывал КДФХ, что совершенно безобидный человек, как бы, это, я его и не трогаю. Я просто говорю, что с ними трется этот Винрон, он продолжает там тереться. Алексей, подожди, давай мы научимся слушать друг друга. По крайней мере, я выскажу свое, а потом ты скажешь что-то свое. Вот, Леха-342, я сегодня сам слышал, ты, ну, ты понимаешь, я одного не могу понять, ты, у тебя действительно такая манера общения, сегодня ты сказал, что Леха-342, это какая-то там Мария, к чему это было сказано? Ну, как бы, мне сказали, что это один и тот же человек, который делает там оформление. Понимаете, почему я так стебаюсь над дизайнером? Дело в том, что я в этом немножко смыслю. Подожди, ну, ты же взрослый человек, вот почему ты вот это все выкладываешь в паблик? Леха-342, я просто считаю, что над никами, я же реально не смеюсь над реальным человеком, я смеюсь над персонажем. В отличие от того, что я смеюсь над персонажами, у меня реальное имя, реальная фамилия меня постоянно оскорбляют, я и то не обижаюсь, а когда я стебаюсь над никами, ничего тут плохого я не вижу. Алексей, вся беда знаешь сейчас в чем в интернете? Во-первых, беда поколения, то есть люди воспитаны сейчас не так, как воспитывались в Советском Союзе, это первое. Второе, за каждым ником, за каждым персонажем, как ты выразился, стоит реальный человек, и у каждого человека есть чувство собственного удостоинства, которого никак нельзя затрагивать, и тем более публично. Ты никогда не задумывался об этом? Ну, к сожалению, зайдите в интернет, современные реалии совершенно другие. Так подожди, ну что ж, значит что? Те ценности нравственные, которые были в 80-е, 70-е, они уже не работают. Ник, это нереальный человек. Считаешь это нормально? Сейчас, да, вполне. И чем? Чем? Ну, я не могу спрашивать. Понимаете, я видел, какой он дизайнер, дело в том, что я сам фотограф, немножко в этом смысле, и я считаю, что ему не надо заниматься дизайном, если он называет это дизайном, то извините, меня это смешно. Понимаете? А что, подожди, это не дизайн, ну как вам сказать, ну туалет ему надо украшать, понимаете? Что именно, про что ты имеешь, про что ты ведешь? Он вообще, ну я имею в виду, что я смеюсь над ним, как над дизайнером, я же не смеюсь, как над человеком там. По поводу чего именно, какой деятельности? Ну он же дизайнер, знает насчет дизайнерской деятельности, оформление сборок, что он там оформляет. Он делает постеры. Ну да, ну постеры, конечно, это печально, особенно мне нравятся негритянки на постерах, кучерявые бабы, я клубнику, ну клубнику вроде бы не он делал, клубника, а по клубнике бегает уменьшенная женщина. Если бы я принимал кокаин, то я думаю, что-нибудь подобное наверное бы и сделал. Подожди, какая клубника? Клубника? Ну там тоже вот эти постеры, я бывает их просто собираю, хожу просто собираю вот так по интернету и людям показываю, просто ржу. Это, ну не знаю, у меня так получается видеть в этом, пытаться абсурд какой-то видеть. И это реально смешно, заходит вполне. Хорошо, ты мне тогда скажи, как в твоем понимании должен выглядеть постер? Ну я считаю, что там не должно быть ничего лишнего и хотя бы иметь какой-то здравый смысл. Что в твоем понимании лишнее? Лишнее, абсурдные совершенно детали, гигантская клубника, бабы, которые вообще не имеют смысла к этой сборке. Я тебе объясню одну вещь. Постеры, оно так было заведено, то есть сначала того, когда появлялись сборки. Допустим, сборщик, поставил какую-то обоину. Неважно, хороша она, плоха, нравится она кому-то, не нравится. И чтобы сборка имела вот это свое лицо, то есть она отражала то, что находится у нее внутри, как правило, ставит обоину, которая стоит на рабочем столе. чашку кофе. Что касается Алексея, Леши 342, человек, ну, каждый человек зарабатывает по-своему. Вот. Он зарабатывает на том, что он размещает это на файлообменниках. Вот. Но это не все. Конечно, есть там какие-то, то, что он, те же самые вот эти минсталы, это выходит на бабочки, выходит у меня на сайте, выходит еще на нескольких сайтах. Вот. То есть, как бы человек, с одной стороны, ну, я бы не сказал, что это благотворительность какая-то, но он так само выражается. Вот. И в то же время, он там зарабатывает какую-нибудь копеечку. Я, честно говоря, не вдавался в подробности. Основной это вид заработка у него, или это побочный вид заработка, или это хобби, опять же, его. То есть, это не мое дело совершенно. Вот. Но факт остается фактом. Вот если ты считаешь, что выглядит обложка как-то, ну, непрезентабельно, нехорошо, это не говорит о том, что так считают все. Ну, понимаете, различные мнения формируют спрос. Если я вспоминаю, 17-й год, я заходил, видел ужасные вот эти сборки, как бы с ужасным дизайном, сейчас все изменилось. У меня даже сейчас нет материала, мне невозможно найти на обзор сборку. Понимаете? Их нет. Знаете почему? Потому что это кропотливый труд. О, вот это вот от тебя уже рад слышать, что это кропотливый труд. Адская критика, огромная команда людей, которые способствовали и помогали мне. Я немножко не поддерживаю то, что они там атакуют. Я вас уверяю, что это было сделано совсем не с моей подачи, потому что в этот момент я на даче пек куличи. Алексей! Интернета у меня там не было. Я просто был в шоке. Оказывается, ребята, насколько я слышал, собрали самостоятельно сборку. Что туда внутрь поместили? Я вообще без понятий. Я не знаю, что туда поместили. Я на тот момент, где находился дома, зашел на сайт, сборку эту разместили в сборках. Я ее переместил в песочницу, написал, что эта сборка не тестировалась. Я ее открываю для скачивания ради того, чтобы люди написали. что она из себя представляет. Она долгое время висела открытой, я про нее, честно говоря, забыл. Потому что были, как говорится, другие дела. Потому что я занимаюсь еще ремонтом, то есть я работаю дома. И у меня, я очень много времени провожу за компьютером, но порой у меня просто не бывает времени что-то проверить. Лично. И вдруг потом появляется кто-то, я не помню, кто-то мне написал личные сообщения, что там какой-то там бардак, в общем, на этой сборке. И смотрю там вот эти вот, что у вас там модерация у вас хреновая и все остальное. Ну ладно, хорошо, скажем, мое упущение, что я эту сборку вообще открыл. Ну а пусть бы она висела закрытой и, как говорится, прецедента не было никакого. А вот эта вот самодеятельность, которую они устроили, ну это, по крайней мере, ну понимаешь, некрасиво. Я не знаю, чьей это подача сделала. у нас, среди трекеров, да, существует какая-то, ну то есть, есть друзья, есть недругие, есть злопыхатели, то есть, кто-то делает другому какие-то неприятные моменты, вполне возможно, что здесь, как говорится, это не с твоей подачи было сделано, а вообще, было сделано с подачи каких-то иных людей, в чем я, в принципе, даже не сомневаюсь. Вот, но сам смысл этого, понимаешь, это, вот этот вот троллинг, он, ну это глупость полная. Люди спокойно сидят у себя на сайте, спокойно решают свои проблемы. Вдруг кто-то заявляется, выставляется вот эта вот картинка, там, торнадо, худший трекер, посмотрите на дизайн. Кого это касается-то, я не пойму. Я кого-то туда приглашал, критиков каких-то. У меня есть определенный свой контингент, который доволен тем, что у меня находится на сайте. Они довольны материалом. У вас, кстати, я потом зайду, посмотрю, у вас же тоже сборки стали еще более чистыми. У меня запрещены сборки те, которые используются N-Light, ну и прочие вещи. Вот, то, что касается сборов Уэйса, я не буду греха таить, я ему, я очень давно с ним знаком, вот, и человек, я знаю всю его судьбу, вот, и мы с ним очень хорошо общаемся, я его, как человек, я его уважаю, вот, как, да, в любом случае, я его уважаю, и стараюсь ему всячески помочь, если у него какие-то возникают проблемы, вот, а проблем у него действительно много, вот, то, что, вот, сегодня мы с ним только беседовали на эту тему, вот, я с ним сегодня разговаривал, ему у то и стало плохо, он говорит, извини, я пойду прилягу, вот, я ему сказал, Уэйс, я тебе много раз говорил, если ты, как говорится, не справляешься сам, ну, с проверкой, там, что-то ты упустил, давай мы поможем вместе, то есть, если есть спрос на твои сборки, мы готовы тебе помочь, там, проверить что-то, поправить, и так далее, и там подобное, ну, здесь, понимаешь, я ничего сделать не могу, потому что человек, ну, как тебе сказать, не то, что я даже не знаю, как назвать это, ну, человек с Кавказа, у него свой, свой менталитет, грубый немножко, я заметил, нет, он не грубый, он очень обходительный человек, ну, он, лучше он сделает сам, понимаешь, пусть плохо, он потом на эти грабли наступит еще раз, потом переделает, то есть, вот так вот. Ну, лучше стало, они практически чистые, вот, пятая версия, ну, еще стало, чтобы проходила целостность, более-менее нормальный материал. Я тебе скажу, почему она не проходит целостность, потому что через, там, вот сегодня, опять же, мы с ним разговаривали, если бы знал я, что у нас этот разговор случится, я бы разговор бы записал, вот, то есть, там была фоновая картинка вставлена, вот так же, как кораблик, вот этот вот, у матроса, у Володи, и поэтому она не проходит целостность, сборка чистая. Ну, а зачем Володя делает сборки, просто ради того, чтобы вставить туда кораблик? Есть у меня одна знакомая, она с Украины, вот, она есть у меня на сайте, ну, частенько я помогаю по, ну, по программному обеспечению, там, по каким-то нюансам с железом, но, опять же, удаленная, понятно, что я, допустим, техническую какую-то неисправность, я исправить не могу, ну, по крайней мере, советую, чтобы ее не обманули, вот, вот она по этим сборкам, когда сборки этого Володи пропали, она все время мне писала, когда же будет сборка матроса, когда будет сборка матроса, я говорю, ты что уперлась в эти сборки матроса-то, вот мне нравится этот корабль, для меня, допустим, мне тоже странно вот это все слышать, то есть, какая разница, я вот, допустим, вообще не вижу, я рабочего стола не вижу никогда, мне без разницы, какие у меня там обои установлены, и все остальное, то есть, я работаю на компьютере, ну, а человеку нравится, вот ты говоришь, зачем, есть спрос, есть предложение. Ну, то же самое, как бы, есть спрос на мои ролики, естественно, приходится снимать. Леша, так я же не против, твоих роликов, я тебе говорю совершенно о другом, ну, надо корректно себя вести, ведем себя корректно, корректно, точнее, сначала, как я действовал, изначально я публику приучал к чистым сборкам, последовательно, это монкрус, различные, вот такие вот, когда люди созрели, резко перевел их на чистую винтурс, но это именно та публика, которая меня смотрит, не все, конечно, но, большая часть перешла, постепенно возникла масса народу, конечно, слегка агрессивно, это может не хорошо, но, тем не менее, это работает, хорошо или плохо, я не знаю, чего вы возмущаетесь, я сайт ваш вообще не трогал, если бы вы были Володя Матрос, вопросов бы у меня к вам действительно были, у меня с вами, в принципе, и конфликта-то и нету никакого, я не знаю, Алексей, подожди, ты назвал мой сайт говносайтом, а так, говносайт у меня самого сайт называется, знаете, почему? Нет, понимаешь, это разные вещи совершенно, ну, давай мы с тобой не будем вот эту вот театральную сторону затрагивать, ты со своей, то есть, у тебя обзоры, то есть, ты работаешь как артист, у меня тоже есть свои ролики, это шоу, это шоу, я с тобой согласен, у меня тоже есть свои ролики, я не борюсь за подписчиков, за кого-то, я выкладываю ролики для своих пользователей, вот скажем, сегодня я скачивал активатор, я делал по нему видеообзор, по этому активатору, я его выложил, мне не важно, сколько будет там просмотр, мне важно, что мои пользователи видят то, что я выкладываю, то, что я им предлагаю. Ну, это плохо, вам нужно меняться, быть более современным, не считать поколение, вот это, более молодое, каким-то злым, озлобленным, просто пытаться найти с ними какой-то диалог, вот у меня получилось. какой можно найти диалог, ну, ты почитай сам дискорд-то, я никому не хамил за шоку, и мне начали вот это, первым делом, что сделали, это переделали не их матрас, нет, это первое, что мы, потом начали хамить, ну, мне, еще нет 50, но я человек уже, по сравнению с ними, я взрослый человек, я им в отцы хожусь, как я должен реагировать на это все? Ну, ваше поколение на заборах писало, ничего, в принципе. ну, ты знаешь, я тебе скажу, что нет, не все, вот наше поколение, оно, ну, скажем так, ну, в принципе, оно и сейчас поколение, есть люди, я не говорю, что все такие, ну, так как себя сейчас ведет молодежь, это, вот, ну, я был, свидетелем этого всего был, я не ожидал, точнее, как, я предполагал, но я не ожидал, что это будет настолько вот по-хамски выглядеть. Ну, понимаете, палку перегибают, конечно. Это твой контингент, так ты борись вот с этим, ты людям объясни, что нельзя себе так нести. У меня еще очень хороший контингент, вы еще не видели, какие бывают люди, я вот с ними общаюсь, лично, вот, вот, если бы у вас заработал микрофон, я уверяю, вы думаете, что они бы вас обливали грязью, я вас уверяю, может быть, вначале кто-то что-нибудь ляпнул бы, а потом бы начался нормальный диалог, и люди бы общались довольно интеллигентно. Я когда общаюсь с ними на стриме еще где-то, матов у нас совершенно никаких нету, это, скорее всего, просто в чат, кто-то зашел, мотикнулся, я уверяю вас, вы бы поменяли свою точку зрения, у меня совершенно нормальный контингент, быдло какого-то там, нет у меня быдла, совершенно нет. Ну, значит, тот, кто пишет, да я сейчас дискорд-то открою, я его просто закрыл на тот момент, я сейчас посмотрю, что там написано. Вот не будем голосовать. Люди возмущаются, считают, что вы думали про микрофон, я тоже так подумал, ну... Да я тебе могу дать демонстрацию, что я реально не могу его запустить, я то слышу, то не слышу, у меня работает, все нормально. Ну, ничего страшного, поговорили, поговорили, так пообщались. телеграмму, у меня работает скайп, я же в скайпе, мы с тобой сразу связались, с чем связано с дискордом, я понятия не имею. Вы просто понимаете, вы меня пытаетесь переубедить, чтобы я там как бы смягчился, ну, во-первых, вы считаете, что там ката-софт, я его, во-первых, особо бы и не трогал, если бы, вы разъяснили мне ситуацию, что, ну, не в Горске в этом сборке, но мне почему-то показалось, что это сборка именно в Горске. Я сейчас, я сейчас скину тебе, там как раз есть комментарий, именно у вас, я ему позвонил, я слов на ветер не бросаю, я скину сейчас это видео тебе. Ну, однако я сказал, что если сравнивать тот материал, который был в 2018 году, в 2017, тем более, там грех было не разгромить, сейчас вполне себе достойный материал, ну, вопрос в том, нужно ли это, не нужно, но если вы говорите, есть спрос, пожалуйста, это уже личное дело, ну, громить всяких вот таких уродов, как этот Винрон, Уралсофт, вот эти, ну, это грех не громить, вы же видите, что это негодяи. Ты пойми, ну, нельзя грести всех под одну гребенку, нельзя. Всех не гребу. Ну, получается так. Ну, недавно я забыл, как там называлась сборка, выпустил на десятки какую-то псих сборку, называется она картана. Мало того, что в самой сборке не было картаны, так при том, что там был ужасный дизайн, а бы как было подобрано программное обеспечение, там, и ошибки, и куча всего. Ну, грех такой материал не показать, пусть люди видят. А то, что я допускаю ошибки, я человек, я, люди меня поправляют, в комментариях поправляют. Я вот не знаю, кто сегодня поправил, я сегодня, может быть, без мата, честно говорю, я написал комментарии, никаких матов не было. Но, я был возмущен тем, что я написал, да, что Леша, у тебя ноль знаний. Ну, понимаешь, так вот, то, что я видел, то я и прокомментировал. Если ты что-то знаю, что-то не знаю, понимаете. Ты молодой, тебе еще можно учиться. Учиться, а не учить, Леша. Разницу, понимаешь? А я никого ничего не учу. Нет, Леша, ты учишь. Я просто делаю, я просто делаю демонстрацию, показываю на экране, вот смотрите, товарищи, вот видите, вот это, вот это, а люди уже соглашаются, или не соглашаются. Если материал не заходит, люди пишут, что я не прав. Или вы думаете, все как зомби, сидят и только как, о, Лешенька запустил ролики, все молятся. Да неправда. Вот сегодня третий день, когда я смотрел твои ролики. Я вообще никогда не смотрю на ютубе ничего, вот, ну, из подобного. Там кто-то, кого-то, чей-то канал обхаживает, мне частенько скидывает, там, о, посмотри, вот это, мне это неинтересно. Так же, как какие-то там, ну, так же, как твои обзоры. Мне они до поры до времени не были интересны. До того момента, пока какой-то товарищ мне вчера, не помню, или позавчера, он мне скинул вот этот материал по сборке Катасофта и затронули именно меня. Нет, я вас не особо затрагивал, пока мне не прислали переписку сегодня. Ну, и насчет сайта я возмущаюсь. Почему? Потому что я считаю, что сайт в принудительном порядке не должен быть. Понимаете? Что значит сайт в принудительном порядке? Ну, вот мне нравится, я Авгорского как бы глубоко не люблю этого человека, но вот у него ссылочка, ОВГ написано, это понятно, что это будет ссылка на сайт. А когда нарисован интернет-эксплор, написано интернет, что подумает обычный примитивный пользователь? Он подумает, ага, это выход в интернет, и автоматически запускается ваш сайт, получается это сделано для того, чтобы происходила какая-то накрутка посещений, а это считается уже нехорошо. Значит, я тебе скажу следующее. Да. Я предполагаю сайт закрыть вообще. Почему? Некоторое время назад я сотрудничал с Google Adsense. Знаешь, что это такое, да? Конечно, конечно. Знаешь. Вот. Потом вышел момент, ну, буквально вот с марта месяца были две... Да, с марта, нет, даже не с марта, с февраля. В феврале месяца была первая блокировка сайта, вот. И буквально четыре дня назад прошла вторая блокировка сайта. Само собой, все сотрудничество у нас рухнуло. Вот. У меня лично я преследую какие цели? Чтобы на сайте у меня масса уникального материала, ты можешь зайти сам лично посмотреть. Много видеоуроков, которые люди не в состоянии купить. Там, я по своим каналам как-то это где-то беру, где-то в сплаченном, где-то еще как-то выкладываю это людям. Вот. Не буду скрывать, что у меня есть VIP аккаунт. Но VIP аккаунт, он существует, как тебе сказать, ну, можно сказать, что фиктивно. Большинство людей, которые состоят в этой VIP группе, вот, они, это мои личные знакомые. Вот. Другие люди, которые получают этот аккаунт, они добровольно жертвуют какую-то сумму, ну, на оплату сервера, скажем так. Вот. Опять же, объясню, почему я сделал эту группу. Эта группа сделана для того, чтобы скрыть материал, то есть, он скрыт, он недоступен для роботов, чтобы скрыть этот материал поисковиков, и чтобы он у меня находился, и люди, то есть, все свои слова я могу тебе подтвердить документально. То есть, у меня практически на каждом материале написано, если вы желаете скачать этот материал, имеете рейтинг, сейчас поймешь, к чему я тебе разговор веду, имеете рейтинг выше двух, вот, вы можете обратиться ко мне в личку за персональной ссылкой. Почему я это делаю? Для того, чтобы приучить людей раздавать, потому что у меня, вот, буквально несколько дней назад, я удалил полтора терабайта материала, который висел лично в моих раздачах. Не которые были каким-то парсером залиты, откуда-то скопипашены, а непосредственно моих раздач. Это всевозможные программные обеспечения и так далее, и тому подобное, видеоуроки, книжки. Я прекрасно понимаю, вы можете сказать, ну, вы же общаетесь с Катасофтом, пусть он, вот этот значок интернет-эксплорера, допустим, какое-нибудь PNG-изображение, да, с логотипом вашего сайта поместить, тогда это будет честно. Да я, собственно, почему бы нет, а так это получается, люди расценивают это, Леша, войдя на сайт. Они что, вирус какой-то получат или что-то еще? Нет, понимаете, они, может, хотят в какое-то другое место попасть. Ну, ради бога, открыл новую вкладку и вперед. нет, я считаю, что это неправильно. Понимаете, у меня вот в маленьком государстве, где я живу, так не принято. Вот у нас все по-честному. Не делают у нас так. У нас пенсионеры сборки не собирают. Не делается так. У нас все по-честному. Ты меня постоянно пытаешься задеть моим возрастом. Почему? Ни в коем случае. Я свою пенсию заработал законно. Можешь мне поверить. Я уже на пенсии. Я вас не обвиняю. Ни в коем случае. А пенсионер, именно в твоем сейчас контексте, это звучит в некоторой степени, ну, ты молодой, слава полу. Ну, не забывай, что ты тоже когда-то будешь пенсионером. Нет, вряд ли, потому что у нас пенсии раньше, чем у вас сделали с 60, ну, там, волосатого года. Так что, вряд ли, я не знаю, доживу, не доживу, это никто не гарантирует. Вам повезло хотя бы. Что мне повезло, что я в 49 лет на пенсии? Конечно, пенсию получили. Ты считаешь, это повезло? Так, я ее, до 66 мне еще дожить надо, чтобы пенсию получить? Ты же не знаешь, как я ее получил-то. Ну, это меня не касается. Вот, совершенно верно. Вообще, рекомендую вам личные какие-то данные, ни своих знакомых, ни свои, никогда не выдавайте. Да мне, слышь, честно говоря, мне по барабану, мне скрывать нечего. Ну, вам по барабану, а Толи, Толину, допустим, не по барабану. Толику. Толику. Винрончику, Винрончику. Ну, а мне, что его бояться? как чего? Он скинет наш разговор, там, про Уралсофт, что вот вам что-то не нравится. А знаете, какой Уралсофт подлый? Он жалобы катает, подлости делает, вот вы хотя бы там, Катасофт, вот вы хотя бы позвонили и выразили свое мнение, что вам то-то, то-то не нравится. А товарищи жалобы катают полным путем. Они не умеют, не хотят общаться. Совершенно не хотят. Ну, я, к сожалению, не знаю предоставления. Вот я на букву П, я вот их называю на букву П. Я, к сожалению. Вы начали обижаться, а я говорю, вы же к себя к ним не причисляете. Говорите, нет, не причисляю. Ну, вот, а вот я вот про этих товарищей и сказал, что они такие. Понимаете? Я не знаю предыстории вообще вашего Турасофта, что у вас там вышло. Собственно, оно мне не нужно. Мне своих проблем хватает. Суть-то здесь, я тебе еще раз говорю, мы с тобой мысли само потеряли, мы просто отпеклись. Суть в чем? Значит, первое, что меня сегодня задело. А, точнее, даже не так. Не сегодня меня задело. Значит, в вашем, в этом дискорде, или там у них сайт какой-то, клан там какой-то он называется. Вот. Начали, во-первых, повесили вот это объявление, торнадо, худший трекер, значит, у меня там дизайн на уровне, какого-то, седьмого там, или девятого года, неважно. Ну, тут я ни при чем. Я не знаю, кто при чем. Я был на даче, я был на даче, я... Я, кстати, был факт. Да, я приехал, мне скидывают люди скриншоты, где вы пишете злостно. Я в шоке, я захожу туда в дискорд, начинаю спать, в чем это дело тут. Я в шоке. Что я написал злостно? Ну, что я там факты подменяю, там всякое, злились очень сильно. Я же понимаю, но это ваше мнение тут. Послушай меня, чтобы у нас с тобой этот вопрос отпал, по поводу, что ты факты подменяешь, я сейчас же прям зову тебе видео, пока мы с тобой разговариваем. Не, смотрите, ссылка же Авгорского вылазила, я просто сказал, что там есть ссылка... когда ты посмотришь видео, там будет все ясно. Там и мои комментарии, я две сборки протестировал, и одну, и вторую. Нашел, где эта ссылка находится, позвонил Увальсу, прокомментировал, как я это понимаю, услышал Увальса. Ну, именно, что получилось, по какой причине это произошло. Сейчас я тебе это видео скину, чтобы не быть, как говорится, то, что я это не из головы выдумал. Опять же, я тебе говорю, оно снято было еще вчера. Сейчас я его найду. Так, секунду. Куда я его вместил-то? документы. Так, ну-ка, сейчас я посмотрю, оно или нет. А, оно. Я тебе даже его в скайп могу скинуть, потому что он 174 мегабайта. скиньте, посмотрю. Так, сейчас. Эти, зауродовали скайп. Так, вот оно. Пошло. Вот, там, то есть, началось все с чего, я бы, не резко, не вашим, этот дискорд, вынудили меня. меня просто начали забивать в личку, от вас мы требуем ответа, я написал, кто вы такие, чтобы от меня что-то требовать. К сожалению, данный процесс я уже остановить не могу. То есть, люди уже, люди действуют самостоятельно, понимаете? Я никакой не лидер, вы меня вожаком называете, эти люди мне совершенно не подчиняются, я ими не управляю. Вообще. Можете даже зайти в этот дискорд, потом поставить, я вообще ими не управляю. И мне, если честно, даже немножко страшно, что они завтра сделают. Ты создаешь определенную, ну, скажем, угрозу, это сложно назвать, а определенную обстановку ты создаешь. Вообще, весь этот бардак можно смело просто прекратить на корню. Ну, зачем же? если, допустим, с вами-то понятно разобрать, а существует же огромное количество нехороших людей, надо с ними разбираться. Нет, опять же, я сейчас говорю за себя. Затронули мои личные. У меня единственная претензия, ваш сайт находится в сборках ката-софта в автозапуске. То есть, там иконочка написана интернет, который подменяет понятия. Люди думают, что они попадут в одно место, а попадают к вам на сайт. Я понимаю, что, может, ничего плохого в этого нет, но, не знаю, это какая-то автонакрутка, что ли. Алексей, Алексей, сейчас ты будешь смотреть видео, внимательно его посмотри. Именно по этому вопросу там есть мой комментарий. Вот ты сейчас его внимательно посмотришь, оно уже, по-моему, к тебе пришло. Да-да, я потом, я чуть-чуть попозже посмотрю. Вот, и тогда там будет предельно все ясно. Да я тебе так скажу, что я против того, чтобы в сборках размещали какие-то ссылки. я с вами полностью согласен, и судя по пятой версии господина Катасофта, в скором времени мне уже будет даже неинтересно на его материал смотреть. Алексей, больше... Понимаете, я вам так скажу, к сожалению, потеряли великого просто таланта. Это был самый лучший персонаж за 17-18 год. Это просто гениально, особенно новогодние сборки. Я просто кайфовал. Человек делал произведение искусства. Это, конечно, это своеобразная антиреклама, но сейчас такого материала нет. Господин Уралсофт, он истеричка, он бежит сразу на YouTube писать жалобу. Вот он остался один. Господин Катасофт материал свой изменил, то есть лишил меня просто удовольствия, мощнейшего удовольствия. А что? Вот Катасофт пропал, Уралсофт отморозился. Что мне делать теперь? О, видишь, вот ты сейчас сам говоришь, а что тебе делать теперь? Канал-то может умереть. Придется про Linux снимать. Да ты что? Красноглазики радоваться, будут вот видеть. Ух, елки пал. Вот так. Не, а что? Можно перейти на репатеров. Что на сборке-то? Там сборки, допустим, я не знаю, репатик ролика, Чупакабра. С 19-го года я пообещал не пропагандировать любой пиратский софт. Постепенно, постепенно в роликах я стараюсь пересадить людей, которые меня смотрят, на open source'ный софт. Например, с подплеера, на VLC, или SM-плеер, да, с того же самого U-торрента я пересаживаю на Qubi-торрент. Я сам пользуюсь этими программами на собственном примере. У меня был эксперимент, я несколько месяцев содержал канал только на одном Линуксе. То есть полностью на open source'ных программах. Да, я мучился, но канал работал. Так, ладно, давай мы с тобой в такой момент. Ты же, что ты фотограф? Ну, балуюсь, да. Очень давно. А пользуюсь чем? Фотошопом? Я использую и open source'ные программы какие. Нет, не open source'ные. Я вообще тебе говорю, чем ты пользуюсь? Фотошопы фотографируют в формате RAW. Фотошоп это уже конечный материал, это промежуточное звено. Если из коммерческого, то, конечно же, это Lightroom. Lightroom. Да, есть из бесплатных хороших программ полностью, без рекламы, без ничего такая программа хорошая, есть RAV-терапия. RAV-терапию использую, на GIMP могу работать. Конечно же, стараюсь на фотошопе, на фотошопе быстро, но это какой-то небольшой процент программ, но они уже для меня заменимы. То есть, у меня есть опыт работы с какими-то программами другого плана. Я развязываю себе руки и стараюсь, чтобы люди тоже видели, что можно использовать свободные аналоги. И уверяю, что то, что было раньше, это прошлое. Ты как знаток свободного программного обеспечения. Попробуй меня пересадить с Pinnacle, на что-нибудь, похожее хотя бы. Pinnacle Studio. если программу не использовал, то для меня это, конечно, будет трудно. Я же не заставляю всех сразу пересесть. А что это за программа? Я в основном работаю с изображением. Pinnacle. Видеоредактор. Видеоредактор? Да. В Линуксе есть видеопад неплохой. OpenShot лучше не пользоваться. Под Windows он тоже должен быть. Видеоредактор от Линукса через прослойку. Пытался я это делать. Пытался делать на более простых программах на прошлом продюсере. Есть такая программа, которая воспринимает как графический формат, так и видеоформаты. Из них можно сделать, скажем так, неплохие презентации. Вы понимаете преимущества Open Source от бесплатных программ? Конечно, понимаю. Бесплатная программа, там имеется закрытый исходный код. В любой момент разработчики могут туда встроить все что угодно, и ты не будешь это контролировать. В Open Source программы не имеют рекламы, все контролируется. Понимаете? И в этом большой плюс. Алексей, к огромному сожалению из Open Source нет ничего, ну хотя бы даже хоть минимально компенсирующего, скажем, то, что находится под виндой. Под виндой платное. Open Source никакого отношения не имеет к Линуксу. Open Source есть везде. Включая в самой Windows. Допустим, каким браузером вы пользуетесь? Chromium. Chromium это полностью открытое свободное программное обеспечение. Ну, дальше что ли? Вот. OBS полностью открытое свободное программное обеспечение. То есть, можно до бесконечности перечислять. Вот у вас наверняка процентов, ну ладно, 35% вы используете открытое программное обеспечение. Просто это все ассоциирует почему-то с Линуксом, считают, что Open Source может быть только в Линукс. это неправда. Ну, скажем, ты мне немножко не понял. В том же самом GIMP невозможно сделать того, что ты делаешь в фотошопе. Или, скажем, сейчас появилась очень хорошая альтернатива. то есть, как альтернатива. Она более доступна и по цене. Это Зонар. Зонар GIMP, он не является как бы профессиональной программой. Он любительский. Для любительских задач вполне себе много чем может сделать. Я тебе о том же и говорю, что нет альтернатив профессиональной программной обеспечения. Ну, постепенно что-то будет появляться. Но это когда будет. До этого еще дожить нужно. Допустим, какие-то мелкие программы. Почему бы не показать людям, что есть такие мелкие небольшие программы? Ты сейчас мне говоришь это. Опять же я тебе перехожу к тому же вопросу. Ты зайди на сайт ко мне и посмотри, что у меня за программы на сайте. Для общего развития. Хорошо зайду. У нас есть как кстати ты говорил про сборки монгроса. монгроса выкладывает сам у меня сборки у меня на сайте. Монгрос по очень популярной сборке. Но человек хам совершенно. Не умеет общаться с людьми. Знаешь, я тебе что скажу. Я до поры до времени тоже так считал. И у нас был однажды конфликт у него на сайте. Я понимаю прекрасно, что это будет в паблике. Я ни в коем случае не против того, что... У меня только одни хвалебные ролики про него в основном были. Мне даже говорили, что я на него работаю. Или он мой родственник. Ну да, я это тоже слышал. Вот. Сейчас, общаясь с Монгрузом, я понял, что ну просто человека когда-то довели, вывели из себя. Вот. И он был вынужден так реагировать на ситуацию. Он вполне адекватный. Сейчас я с ним нормально общаюсь, хотя у нас были с ним какие-то, ну скажем, несовместимость какая-то была. Вот. Сейчас мы нормально общаемся, то есть он какие-то мне, вот я сейчас собирался новый сайт делать, то есть просто задолбали эти блокировки, хотел поменять полностью название, полностью дизайн, ну движок, в общем, все. Все с чистого места начать. Вот. Он мне давал какие-то советы, там. Человек вполне адекватный, нормальный человек. И сборки у него хорошие. Ну, из всех зол, как бы, да, лучше выбрать Монгруз. Как один сказал товарищ один в дискорде, ему один человек сказал, бери Монгруз и не пропадешь. Вот так. Ну, я тебе скажу то же самое про Эдуарды. Да я, знаете, я принял пост и использую только чистые системы. Только чистые. Ну, а в чем, в чем, вот, давай, ладно, хорошо, немножко мы иначе подойдем к вопросу. Ты устанавливаешь чистую сборку, в смысле, чистый образ. Только чистую систему, да. Далее действия твои какие? Поставил набор программ, которые всегда использую, и все? Обновления и ничего не ставишь? А какие? Нет, у меня система всегда обновляется, у меня ключ стоит, все, как бы. Ну, у меня тоже ключ стоит. Как бы, ничего. А что, что, что такого в Windows здесь можно делать сложного? Ну, сложного, ну, скажем, та же самая телеметрия, тебе она не напрягает, Конечно, нет, конечно, нет, потому что, я знаю, что этого бояться нечего. Да нет, это понятно, что бояться нечего, понимаешь, а есть еще какие-то личные предпочтения. Вот мне, допустим, не нравится, вот, я даже пример конкретный приведу, недавно сестра моя звонит мне, вот, и они были огромными поклонниками этого Яндекс.Браузера, вот, сидели за новогодним, или даже не новогодним, наверное, попозже чуть-чуть, что там, то ли Рождество было, сидели за столом, разговаривали, компьютер был включен, причем, это не единичный случай, компьютер был включен, то есть, о чем они там разговаривали, для меня остается загадка, меня там не было. Она мне звонит и говорит, ты ведь представляешь, у меня вдруг включается компьютер, и в адресной, в поисковой строке, все, что мы говорили, все это написано. сейчас социальные сети продают рекламу, продают информацию, это совершенно верно. Понимаете, если это не сделает операционная система, ваш телефон это сделает. я поэтому пользуюсь телефоном кнопочным, именно поэтому. тут люди у меня спрашивали, ни в коем случае никакие оскорбления никто на вас не писал, вот просили спросить, я вам скажу, почему я это спрашиваю. Вы используете сами, понятно, сборку или не сборку, чистую систему вы используете? Я сборки делаю, я делаю сборки для своих нужд. Я занимаюсь ремонтом, ремонтом ноутбуков, компьютеров, соответственно, мне приходится устанавливать операционную систему. Чтобы мне прилагать к этому умению и усилить, мне проще сделать определенную сборку и устанавливать ее своим клиентам. Ну, понятно, понятно. Но она у вас все равно такого же типажа, как у Мон Круз, более чистая. Ну, может быть, на мой программ. У меня в спорте предназначено в основном для предприятий. Там не может быть вот этого маскарада всего. Вы пиратские сборки ставите на предприятие? А при чем из пиратской сборки? Ну, почему ты решил, что пиратская сборка? Нет, я у вас спросил просто, да, нет, скажи. Нет, нет, у меня есть ключи, у меня есть доступ к ключам. Ага. Ну, за это заплачены, как бы, деньги, да, получается? Ну, получается, что так. Ну, понял, понял. Ну, тогда это все легально. Это как будто я просто поинтересовался. Мне интересно, мне интересно. Легально, это когда человек, вот, легально было 6 лет назад, до того момента, пока у меня не появились некоторые проблемы со здоровьем. У меня был легальный сервис, который обслуживал определенное там количество, ну, не крупных предприятий, но обслуживали. Там частных предпринимателей, какие-то конторы юридические. Ну, был такой магазин, был у нас довольно-таки приличный, большой, который мы производили гарантийно-послегарантийное обслуживание. Вот. Потом все одни маха в 12-м году накрылась, у меня появились проблемы. Ну, это уже, как говорится, я уже далеко захожу, но не факт. То есть я сейчас, на данный момент я работаю дома. Вот у меня комната, это, знаешь, такое подобие мастерской. У меня тут лояльные станции, осциллограф, куча коробок там со всякими железками, док-станции, ну, много чего. То есть я вот этим занимаюсь дома. Вот если бы я легально работал, я бы за это платил налоги. Но я сейчас налоги платить не буду. Я плачу налоги даже за, как бы, за те небольшие деньги, что получаю с канала. Все плачу, как бы, все выплачиваю. Ну, я каналом не занимаюсь. Вот. У меня, как говорится, и доход того не стоит, чтобы умеешь платить налоги с этого. Я своих налогов вместе со здоровьем отдал государству более чем достаточно. Ну, я бы вам хотел бы все-таки серьезно насчет этого Винрона сказать. Если у господина Катасофта со здоровьем плохо, как бы, таких людей нужно отгонять. Намекните ему, вы же общаетесь, пусть уберет его от себя. Я впервые слышу, что он с Винроном общается. Это же паразит. Это же паразит. Я тебе честно говорю, я впервые слышу, что он общается с Винроном. Причем, он в курсе, он в курсе, того, что я его на сайте заблокировал. Он же заложил, он же всех заложил. Как вообще? Я не понимаю, как бы, я понимаю, что с Уралсофтом не общаетесь, но я как понял, там и Уралсофт сам по себе. Я не понимаю, зачем они какие-то группы создают, покупают вот этих ботов. Вы же на сайте к себе ботов не покупаете, у вас же реальные люди, правильно? У меня реальные люди. Мало того, я провожу периодически чистку. Они, смотрите, покупают ботов. Эти боты приходят ко мне под сообщением, пишут совершенно одинаковые вещи. Себе в группы понакупали ботов, на каналы понакупали ботов. Какие-то странные люди. Это все видят. Подписчики мои все это видят. И, естественно, поэтому, наверное, такая агрессивная позиция есть. Алексей, я тебе сейчас немножко сейчас подругу. я тебе сказал, ты, возможно, не услышал. Я не преследую цели получить с сайта выгоды. То есть, мне, сейчас в моем положении, мне главное, что, скажем, вот та реклама, которая у меня установлена от ADV-маркета, чтобы она окупала затраты на сервер, ну, или там на какие-то дополнительные услуги. То есть, я на самом деле говорю, на самом деле так. Я не преследую цели нажима. Нет, смотрите, я считаю, если у вас сайт работает по-честному, вы людей не обманываете, проверяете контент, вы можете собирать те же самые донаты. Я считаю, что пусть лучше люди, владельцы сайтов, какого-то материала, лучше пусть они просят донаты, чем принудительно помещают там всякую ерунду. Я считаю, что тогда будет интернет чище и будет гораздо лучше. Я никогда ни у кого ничего не просил. Все у нас, их очень мало, я тебе даже могу примерно сказать. Вот за последние два года, это просто смешная сумма, это в районе четырех тысяч рублей. То есть, бывает такое, что люди, но далеко ходить не будем, допустим, вот сегодня я женщинам мне позвонил, это моего бывшего клиента, позвонила женщина из Москвы, попросила помочь ей, там что-то у них с программным обеспечением случилось, но неважно, дело не в том. по удаленному доступу я исправил, то, что у нее было неисправно. Она спросила, сколько я должна, я говорю, вы мне ничего не должны, позвонил мой друг, попросил. Она тем не менее, вот сегодня я смотрю, телефон запищал, смотрю, она мне скинула две тысячи. То есть, вот все происходит именно так. То есть, если я занимаюсь непосредственно ремонтом, ну, скажем, ноутбук, компьютер, что-то меняю, что-то перепаиваю, там, да, это работа, за которую я беру деньги. А то, что касается в сети, и у нас на сайте очень много людей, которые обращаются, что-то не получается. Ну, там, есть удаленный доступ, давайте поможем. То есть, я могу даже людей этих предоставить, которые, я никаких денег с этого не беру. Понимаешь, не надо, я тебе почему сказал, не надо всех вести под одного ребенка. Смотрите, я вам объяснил, где только ваш сайт всплыл, в сборках, он иногда появляется, как предлагаемый не совсем честным путем, при том, что я не обвиняю вас, что это лично вы делали, или ваш сайт плохой, я просто увидел, что сайт предлагается. Я скажу иначе, я вынужден в своих раздачах, у себя на сайте, именно в своих раздачах, не в чужих раздачах, а в своих. То есть, я где-то материал какой-то нашел, на каком-то, одном ресурсе нашел одно, на другом другое, там где-то нашел патч, где-то какой-то кеген, все это объединил воедино, сделал свою раздачу, вот, и чтобы, как-то сказать, избежать, ну, от копипасты вообще никуда не денешься, вот, но чтобы хотя бы как-то обозначить, откуда ноги растут, я помещаю в своей раздаче ссылки. Это ни для кого не секрет. Был один товарищ, который говорил, а зачем вы ссылки размещаете у себя? А для того, чтобы ты не воровал. А если ты берешь у меня, скачай, я же не против того, я же не прихожу к тебе на сайт и не говорю, слышите, у меня этот материал забрал. Ты скачай, перепакуй и раздай у себя на сайте. Это, по-моему, нормальное явление, верно? Ну, насчет еще сайта, у вас же там все равно рекламные баннеры есть, правильно? Есть. Ну, вот, у многих и возникли такие, как бы, ну, против сайта, ничего не говори, вредоносного, ничего там нет, это понятно. Смотрите, еще раз повторяюсь, у господина Катасофта написано на значке интернет-эксплор просто интернет. Любой простой, примитивный человек нажмет, он думает, что он куда попадет, в поисковую систему, вместо этого появляется ваш сайт с рекламными баннерами. Блокировщика рекламы там никакого нету. Понимаете? Вот, вот, что и вызвало мое возмущение. Понимаете? Меня, кстати, ну, опять, у тебя тоже стоят рекламные баннеры на твоем, говносайте, как ты его назвал сам? Рекламные баннеры на говносайте, они полностью юкозовские. Я, я, честно говоря, не смотрел, что это забавно. Он уже практически не функционирует, потому что они этой рекламой настолько забили, что я просто начал просто ссылки убирать. тем не менее, это, я не говорю, мне сумма не важна, совершенно не интересует. Это приносило, по крайней мере, какой-то доход. Сайт ничего не приносил. Я вам расскажу историю этого сайта, вот, посмеетесь. Помните, народ был когда-то? Ну, народ. И был у меня когда-то еще по операционным системам, там сайтик. Там же совершенно не было ни дискового пространства никакого, то есть, ни в ТП ничего не было. Ну, они были более-менее чистые, эти народовские сайты. Там рекламы ничего не было. Ну, и я про него забыл, прошло много лет, и когда в 13-м году юкоз поглотил народ.ру, получилось так, что они отдавали 10 гигабайт дискового пространства в компенсацию. Ну, естественно, все это закидали рекламой, тогда облачных хранилищ еще крутых не было, точнее, они были, но я особо ими не пользовался. Ну, вот я вот на этот, на этой FTP закидывал различные файлы. Тогда у меня еще был Power Macintosh, и был дефицит программного обеспечения для этих Power Macintosh. Это не Intel Macintosh, они несовместимые. Я понял. Я хвостом хранил там тот самый софт. Потом была просто идея в 18-м году, если я не помню, создать сайт, который в точь-в-точь повторял дизайн вот этих сайтов-помоек года 2008-го. И самое, что интересно, сайт как раз, сайт был создан в 2008-м году. То есть, в 18-м году сайту было 10 лет. Время прошло, я про него забил, там еще форум работает, но я даже туда ничего не выкладываю. То есть, про него можно забить. Я ни копейки на нем не заработал, потому что реклама там полностью вся югозовская. Вот и все. Зарабатываю я в основном с монетизацией. Через AdSense. У меня нет ни партнерки, у меня ничего нет. Ну, и не секрет, я подписчикам показывал на тех же самых стримах какая-то сумма. То есть, все честно. Ну, понятно, что ты этим занимаешься не бесплатно. Вот, видишь, у нас с тобой разница в чем. Вот я занимаюсь этим бесплатно. Занимаюсь из-за того, что мне это интересно. Ну, однако баннеры же у вас все равно там есть. Что есть? Баннеры, баннеры на трекере. Я тебе скажу честно, сколько принесла реклама за последний месяц? 320 рублей. Значит, как-то надо развивать все это дело? Ну, развивать, допустим, сейчас я не вижу смысла. Почему? Потому что сам по себе движок, он уже морально устарел. Сейчас делается проект совершенно мой. Я согласен, но вы же говорили, что сборки катасофта хорошо качаются. плохо качают. Там же ссылочка есть. Чтобы хорошо качали, то переходили бы массово переходили бы к вам на трекер. Нет, дело не в этом. Я пытался поставить скрипт, который гласил о том, что на этом месте, где сейчас находится вот эта надпись, здесь должен быть торрент-файл. И если вы не отключите блокировщика рекламы, вы его скачать не сможете. Потом я понял, что я просто отпугиваю людей и что по большому счету мне это не приносит большого дохода. Не то, что большого дохода, это просто смешные деньги. Сейчас у меня он установлен постольку, поскольку. Капают эти копейки, да Господь с ними, они никому не мешают. За рекламу вообще никто ничего не говорит. Я в принципе вообще знаю мало, так как я занимаюсь с программой обеспечением, с установкой, я практически не знаю таких пользователей, у кого бы не был установлен блокировщик рекламы. Я сам на своем сайте нахожусь блокировщиком. Потому что мне он мешает работать. И люди у меня пользуются блокировщиками. Никто против ничего не говорит против этого. Ну и у меня в принципе рубрика это же как бы не основная. То есть вы понимаете, что в самой рубрике про вот эти сборки они как бы не основной у меня заработок. А сам я работаю энергетиком, то есть я отапливаю людям дома. Я не сижу дома. О как. Ну дай бог тебе здоровья, чтобы ты побольше работал энергетиком. Будем стараться. А еще лучше главным энергетиком. Не, не, не хочу. Нервов не хватит. Буду злой, так вот как вы в возрасте буду злым. Нервными не веду. Опять ты про мой возраст. Слышь, мне вроде как не 70 лет. И ты меня... Я шучу, я шучу. То, что я говорю, не особо надо воспринимать все вещи, которые я говорю, не особо надо воспринимать слишком всерьез. Может быть ты меня вообще меня представляешь как какого-то пузатого деда. Я тебе хочу сказать, что не так. Не, вы же знаете, я столько уже сборщиков перевидал за все это время, столько было конфликтов, что вполне себе адекватный вы человек. Я с такими моральными уродами общался, что вполне вы спокойный, нормальный человек. Немножко вам надо адаптироваться под современное поколение, найти общий язык. Будет гораздо легче. Алексей, я не хочу этого делать, понимаешь? Не хочу делать по одной простой причине, что я не приемлю вот того сейчас скажем уклада жизни вот того, который сейчас присутствует у нас в среде молодежи. Для меня это дико. У меня дочери 26 лет. Она у меня имеет два высших образования. Вот я и горжусь. Работает преподавателем. Помимо того, когда ей не хватает денег, она подрабатывает моделью. У нас есть модельный журнал, и она снимается в модельном журнале. То есть, она зарабатывает сама себе. Но у нее совершенно нет вот такого, чтобы она где-то кому-то, вообще не важно кому. От нее слова плохого не услышишь. Чтобы она незнакомому человеку, также она общается в социальных сетях везде. Но у нее это исключено. Чтобы она взяла вот так вот, как мне сегодня написали. Вот я считаю, вот это нормальное поколение. Такое, в моем понятии, они должны быть все такими. А то, что вот это вот находится вот в этом чате, то, что я сегодня наблюдал, я сегодня сорвался, даже извиняюсь за то, что я сорвался. Нельзя мне этого было делать. То есть, как говорится, контингент молодежи и мне даже в некотором роде стыдно за то, что я вот сегодня мутикнулся там. Но вообще вот это все наблюдать и просто никак не реагировать, это тоже как-то было бы... Вы понимаете, как это называется? Сейчас же такое время называется троллингом. Если человек злится, это получается, значит, он на это ведется. Вы бы пять минут с вами пообщались бы, было бы совсем по-тругому. Алексей, я тебе скажу по-тругому. Вот меня в жизни троллить было бы очень сложно вот этим всем людям. Просто разговор у меня короткий с этим людям. Это я не в том плане, что я хочу сказать, что я такой вот крутой, я везде, как говорится... Ну, я за себя могу постоять. До сих пор могу за себя постоять. Нет, я понимаю, но основная цель этого троллинга вызвать бурление, как бы, понимаете, с вашей стороны негатива. Как бурление, Леша? Ну, это ненормально, понимаешь? И ты можешь на это повлиять. Ну, вы же тратите свою жизненную энергию просто... Понимаете, тролли это вампиры, они питаются вами. Вам нельзя тратить свою жизненную энергию. Вот послушайте, как я монотонно просто общаюсь. У меня такой фаервол внутри стоит. Это специальная защита. Вам нужно адаптироваться. Я адаптироваться не собираюсь к тому, чего я не приемлю. Так они вас едят. Кто? Да даже ваши будут приходить к вам на форум и будут вас есть. Кто? Твои вот эти? Какие мои? Причем здесь мои? Ваши? Другие придут какие-нибудь сидят. Ну, другие придут. Есть масса выходов из этого положения. Я вам говорю о том, что ко мне что же так приходит? Вот от Авгорского было по три месяца подряд идут, 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 как будто я этот музей, этот мавзолей идут ко мне и не заканчивается тропа. Ну, здесь, как говорится, ты сам себе выбрал путь такой и в принципе понимаешь разница просто в чем, да? Ты вот, я человек публичный в своем круге. То есть, на трейтере меня знают, знают сборщики, знают на USB-торе, знают на рут-трейтере, потому что мы в свое время как-то все общались. Вот. Ну, то есть, в одном, котле варились. Ну, я сам на рут-трейтере сборки делал, только на Linux я делал сборки. Я человек не публичный, то есть, я нигде свое не стараюсь, как говорится, светиться там, то есть, вот, ну, у нас с тобой разница, она видимая такая. Понимаешь, ты человек публичный. Я у себя на сайте не позволяю людям общаться в чате, любые оскорбления просекаются сразу. Ну, это двухтысячный, ну, это двухтысячный, годы, понимаете? Это правильно. Ну, может быть. Я тоже скучаю по чатам, было весело когда-то. Было интересно, все друг друга знали, было интересно, но сейчас уже не так. Ну, я не знаю, кому как, я остаюсь при своем мнении, и, как говорится, переходить на какие-то другие восприятия, я просто не собираюсь, потому что я это не приемлю. было весело, когда-то был в любом городе городской портал, был чат, все друг друга знали, общались, встречались в городе, сейчас совсем другие времена. Ты знаешь, были танцплощадки, когда все встречались, били друг другу морды. Ну, это 80-е, это совсем не так. Это даже 50-е, это не 80-е. 90-е убивали друг друга, в 2000-е все нормализовалось. Совершенно верно. Это знаешь, смотря где нормализовалось. А до сих пор еще есть места, где 90-е процветает. Да, Ну, ладно, общие вопросы мы с тобой решили. Я просто вам хотел сказать, что если бы вы и не написали бы, допустим, людям, я вообще был в шоке, я не знал, что они там к вам пришли, конфликта бы никакого не было, претензий мне, господину Катасофту нет, потому что он загубил такой талант, я вам передать ему, спасибо ему за два года, просто величайшего материала, от всех моих подписчиков. Знаешь, что касается Катасофта, это безобидно я ему хочу сказать. Я тебе хочу сказать, что касается Катасофта. Вот, человек начал заниматься сборками, я не знаю, что его побудил на это, ну, возможно, что-то, ну, какое-то самообразование хотел получить. Вот, он начал заниматься сборками, наверное, ну, лет, может быть, пять-шесть назад, причем, не имея вообще никакого понятия. Он начал смотреть видеоуроки, которые были там и от Уралсофта, и от Яхта, и кто там у нас еще был, Дима, Дима, но неважно. Дело в том, что он начал все это вот с такого доступного материала, который замещался на трекере. Он потом начал что-то делать сам, знаю, что у многих он с огромным уважением относится ко всем, кто ему помогал. и сейчас он вот в таком возрасте, вот, он пишет сам свои программы. Та же, кстати, вот его сборка, это, ну, сам загрузчик, это его личный загрузчик. Вот как раз на 78 сетапе. То есть, там возможно в этот загрузчик разместить несколько операционных систем, и они все отобразятся. Но это не случайно не загрузчик, граб? Просто видоизмененный немножко? Скажем так, это симбиоз. Ну, то есть, взяли опенсорсный продукт? То есть, нет, там много чего совмещено. Ну, опять же, все описание есть. в его разделе там есть все описание, зачем я буду тебе, как говорится, пересказывать все. Да нет. Если есть, зайди, почитай, там все написано. Просто есть загрузчик Лилу, есть граб, который, в принципе, позволяет это все без всяких проблем сделать. Ну, нет, не все он позволяет сделать. Там контигурируется все. Нет, не все. Давай мы с тобой не будем подробности подать. Ну, я согласен. Если хочешь, мы с тобой отдельно возьмем тему, потому что мы с тобой во-первых разговариваем уже довольно-таки приличное время. Вот. Будет желание, пожалуйста, мы обсудим этот вопрос и свои преимущества у граба и, там, допустим, у 78 сетапа. Неважно. Сравнить можно много чего. Сейчас очень много разработок всевозможных. Вот. У каждого есть свои преимущества и у каждого есть свои недостатки. В идеале нет ничего. Я просто констатирую факт, то, что эта сборка, вот она сделана им лично. На его загрузчике. То есть, человек старался. Ну, вы поняли, что у меня, как бы, была причина сказать, что это все-таки сборка Авгорского. вот когда посмотришь, я же тебе еще раз говорю, посмотришь видео, то есть, там нет никакого подвоха совершенно. Я снимаю, я даже хотел прервать установку, потом говорю, нет, я буду до конца это снимать. Да, я увидел, что в сборке ссылка, то есть, я не отрицаю, там все это записано, никаких перерывов, все от и до записано. Потом, также звонок, никаких обрывов, звонок, увысь, увысь, как так получилось. Вот, он начинает объяснять, опять же, про ссылки на сайт, разговор, я с ним, я говорю, у нас с тобой был разговор, чтобы ссылки не размещать. Ну, что я тебе говорю, если у тебя видео на руках. Так нет, пусть он размещает, просто надо иконочку поменять, чтобы люди знали, что это на ваш сайт. Так делает тот же самый Авгорский. Алексей, я не считаю это принципиально важно. Вы же и не автор сборки. Это к вам претензий вообще никаких нет? Вы же не автор сборки. Эта сборка находится на моем личном сайте. Я владелец этого сайта. Так там понятно, что у вас многие сборки есть. Вот, то есть, в некотором роде это и ко мне претензия. Я еще раз говорю, что я против того, чтобы в сборках размещались ссылки. То, что касается кошельков, это у меня к тебе просто личные просьбы. Не надо, Алексей, говорить так, что подайте христа ради. Я тебе серьезно говорю, ты много чего не знаешь и не нужно тебе знать. Не дай бог тебе когда-нибудь с этим столкнуться. Чтобы понять саму суть, ты можешь зайти на сайт и там написано «Чистая правда», где я сам по своей инициативе я попросил пользователей помочь. Те, кто мог это сделать. То есть, люди разные, с разным достатком. То есть, человек сильно болен, я так понял. Совершенно верно. А что с Авгорским происходит? Я не знаю, что с ним происходит. Почему удалил свою страничку ВКонтакте, но, как сказал Уралсофт, заболел тоже очень сильно человек. Алексей, я, во-первых, я ВКонтакте нахожусь только по той простой причине, что у меня там группа от сайта. Я вообще в социальных сетях, вот я как матрос, меня нигде нет. В свое время я был в Майл.ру и ящиками на Майл.ру я уже не пользуюсь, наверное, лет шесть. Потому что, как мы с тобой уже говорили, это продажная. То есть, я туда даже не захожу. Вот честно тебе говорю, мне неинтересны социальные сети. Так же, как вот эти Дискорды и все остальное. У меня есть мои личные контакты. Есть люди, с которыми я общаюсь. Где-то по сайту, где-то по каким-то программам, где-то там у меня совершенно другие какие-то интересы. То есть, мои давние знакомые, то есть, я говорю, я в интернете очень давно, у меня есть люди, с которыми я общаюсь в интернете по 11, по 12, по 15 лет. То есть, вот это весь круг моего общения. Ну, само собой, я... Вы поняли, что 90% негатива вы получили, потому что люди подумали, что вы Володя Матрос. Мне это совершенно наплевать, ты понимаешь? Я... Несправедливо, видите, вы совсем другой человек, а получается, люди накинулись. Я получил негатив, понимаешь, я получил... у меня злость была. Пришли какие-то вообще неизвестные, кто начали гадить мне на сайте. Люди начали возмущаться, люди начали писать мне, Юра, посмотри, пожалуйста, там один, он опять появился, там другой появился. Все это идет под прок. Я мог, конечно, в принципе, начать блокировать, сесть в админку и начать блокировать в IP-адреса. Не сложно все это отследить, ты сам знаешь. Но у меня нет вот этого желания. Тот там из админов начал как бы это отслеживать, начали блокировать, удалять. Ну, не хочется, понимаешь, дерьмо, это лилось на сайт. Лучше вообще не реагировать, понимаете, чем вы больше будете реагировать, тем больше будет нападок. ты хочешь сказать, что если у меня там сидят матерятся где-то в топиках, это надо оставить как есть. Нет, если мат, естественно, то нарушение правил считают. Я уже ветер такие сайты. И у меня такого не будет никогда. У нас люди, вот мои пользователи, они у меня давнейшие, еще с того самого сайта, который я говорю, еще старый торнадо был. Вот. У меня люди уже оттуда пришли, в смысле, на сайте находится, вот я с ними, ну, не то, что знаком, да, вот мы общаемся уже там на протяжении, наверное, лет десяти, это точно. То есть, у нас, ну, не принято у нас так, понимаешь, это, то есть, люди пришли в мой дом и начинают навязывать мне свои правила. Этого не будет. А уж по какой, какая у них мотивация была прийти и начать гонить? Это уже, вопрос пятый. Ну, мотивация, тут трудно сказать, понимаете, получается, в группу ВКонтакте многие сборщики приходили и оскорбляли людей и люди обозлились и поэтому, понимаете, так вот начали реагировать. Конечно, я считаю, надо быть более сдержанным, более железобетонным, но сложилось, сложилось такое мнение. возможно, к сожалению, возможно, к счастью, я этих не наблюдал в этих социальных войн и надеюсь, что и не коснусь этого никогда. Я считаю, все происходящее, что это неправильно. Такого быть не должно. Ну, может, конечно, очень жестоко, но я заметил, что вообще пространство сбора, вот даже я зайду сейчас к вам, наверное, так, зашел на ваш трекер, да, вот, и вот просто ради интереса посмотрю, какой, а, вот здесь надо регистрироваться, так просто не зайдешь, да, наверное? Описать и скачать и даже ссылок, заметь, нет даже ссылок, как у многих, висит там на ссылочку нажимаешь и появляется Яндекс.Браузер, там или что-то еще подобное. У меня нет вообще этого. Ну, у вас тут в основном сборки такие получистые, ну, наверное, кроме Surosoft, хотя, говорят, на десятки Surosoft начал полностью чистый Windows делать. Кстати, Surosoft никогда не делал грязный сборок. Ой, ну что вы, вы видели скриншоты? Он вставлял одно время, я тоже сниму очень хорошо плакал, одно время он вставлял график туда, так страшно же делал, боже мой там. Согласен. А потом, человек поменялся, видите, и нет вопросов к нему, все нормально. Человек, человек, он как человек хороший, вот я тебе скажу, что у меня нет плохих, я от плохих людей, если они появляются вдруг в моем окружении, я стараюсь от них избавиться. у него загружалась Windows, там появлялся Pekingese, и он гавнер, понимаете, это люди, понимаете, люди, когда это смотрели, в них, ну, мне было страшно, мне казалось, что у них просто разрыв будет сердца от смеха, то есть, оно взорвется, понимаете. Честно скажу, мне тоже это было смешно, кстати, Surosoft, ну, неважно, как его зовут, вот, человек с огромным чувством юмора, просто с огромным, вот, если я, у нас, в принципе, с ним ранее, ну, был конфликт, тоже по поводу его сборок, вот, а потом одним, ну, то я уж даже точно не могу сказать, что получилось, в общем, мы начали общаться, и когда мы вспомнили вот этот момент, по поводу, чего мы с ним, у нас вышел конфликт, мы с ним долго смеялись, вот, и сейчас вот общаемся практически ежедневно, ну, то, что касается сейчас, его сборок, у него, сборки, они практически оригинал, ну, да, они сейчас, он даже, даже на тестовых, даже на инсайдерских, он там собирает, совершенно верно, никаких ссылок, ничего нету, у него там, все чисто, он, так же, как я, это его хобби, у него сайт, свой есть, он даже не один, у него трекер, он постоянно экспериментирует с мешками, постоянно там, какие-то моды прикручивает, то есть, человек такой, творчики, можно сказать, кто такая Мария, кто такая, это конкурент Леха 342, хорошо, это не Леха 342, что это, кто-то за персонаж, я подозреваю, что это Винрон может и быть, значит, послушайте, здесь я надеюсь на твою честность, хочешь разговора, вот вообще на эту тему, да, я могу тебе дать свои предположения, вот, но это не публично, если интересно тебе лично, хорошо, давайте я вам скажу, какое мнение у меня сложилось, пообщался, ну, действительно положительное мнение сложилось, я понял, что есть два лагеря сборщиков, нет, ну, есть два основных лагеря сборщиков, это ваш лагерь, людей, которые не особо на это много зарабатывают, это в основном хобби, но еще остается довольно большой лагерь жуликов, и они были лично вами замешаны, вы сами упоминали это, мы не будем повторять кто это, но они были замешаны, вот, и остальные есть мелкие различные сборщики, которые работают сами по себе, я правильно понял или нет? Я не совсем уловил суть, честно говорю, смотрите, пообщался с вами, вроде положительное мнение сложилось, и я как понял, есть ваш лагерь сборщиков, определенное количество людей, у которых нет никакого финансового там умысла, вы не пытаетесь кого-то обмануть, у вас в основном хобби, собираете какой-то материал для своего бизнеса, вот, и есть еще отдельный лагерь, с которым вы не сотрудничаете. Есть сборки, которые запрещены у нас на сайте. И эти люди, они совсем в другом лагере, я знаю, что они все вместе общаются. Это не лагерь, я понятия не имею, что у них там, честно тебе говорю, я даже не знаю, кто вот из тех, у кого нет у нас, с кем они общаются вообще. Ну, с Леха 342, они 100% общаются. Леха 342, еще раз повторяю, Леха 342 берет сборки любые, он их заливает на файлообменнике. На файлообменнике это заработок. Я понял. Он сам прекрасно понимает, но здесь понимаешь, разница в чем, файлообменник, ну, как в свое время называли, файл помойки, туда летит все. Я учу, если хочешь даже посмотреть, я устроил у себя на сайте опрос. Вот, появилось буквально, наверное, может быть, месяцев, ну, около года назад, может быть, чуть поменьше. Вот, появилось огромное количество сборок с Эмдэлайтом. Она не слышит программу, Вот, раньше была, был такой сборщик, секунду, сейчас скажу. Зарубежный сборщик был. Был Black Edition XP. Она была очень востребована, эта сборка. Сейчас я скажу, как она называется. Так, сейчас я браузерю. дайду в свои. Так, вот здесь. Ну, я знаком с Black Edition на Windows 7, который появился позже. Ну, а сейчас у Black Edition уже появилось Windows 10. Не сталкивался, не сталкивался. Ну, я сталкивался. Предполагаю, что это, что-то из иранских сборов очень много было. Рамс? Нет, это не была такая. Рамс 7. Рамс 7. Вот, я эти сборки сначала выкладывал. то есть, как бы люди, сначала, да, мной было написано то, что релендарная сборка Windows XP и Black Edition возвратилась. Вот, первую сборку я выложил нормально, вторую сборку я начал тестировать. вижу, что эта сборка, можешь зайти, то есть, я тебе зачем буду рассказывать, поискать по сайту по XP и посмотреть то, что я пишу про эти сборки. Ребята, они нам нужны, эти сборки? Многие написали, что да, даже устроил опрос, нужны ли эти сборки. Ну, там 50 на 50 вышло. Нет, мне самая главная информация, которую я узнал, то, что с теми товарищами, которые действительно засветились в деятельности мошенников, вы не имеете к ним никакого отношения. Вы подтвердили, сказали, что никакого. Нет, совершенно никакого. Ну, вот мы разобрались, кого я имел под буквой П, после того, когда разозлился, разглядывая торрент winpro.net. Вы знаете этот ресурс, да? Ресурс копипасты. Ресурс, ну, это мошеннический ресурс. Я не посещаю, Леша, таких ресурсов, я тебе честно говорю, ни в том плане. В любом случае, не посещайте, не сотрудничайте, потому что вы запачкаете как бы имя своего ресурса, потому что они подтирают комментарии. В образах очень много содержится троянов, вирусов. Я общался даже с тем же самым ката-софтом, и он сказал, что были инциденты, когда даже в чистые сборки помещались какие-то вредоносные файлы и распространялись данного ресурса. Распространяет здесь их flint17. flint просто, да. я понятия не имею, кто это такой. Со всеми сборщиками, чьи сборки есть у меня на сайте, со всеми я общаюсь лично. Вполне возможно, кто-то скажет, кому-то не понравится сборки, скажем, Halux, знаешь, да? Как, повторите, пожалуйста. X, L, L, E, X. Кстати, наверное, у меня его и не было. Ну вот, немножко другая ситуация, то есть, человек обрезает сборки, и я тебе хочу сказать, что эти сборки востребованы, и даже скажу больше. Вот, такая, ну, не его сборка, а подобная сборка, обрезанная мне лично, у меня стоит в нетбуке. Я нетбук использую только для, скажем, работы там с хардами, то есть, в нем подключена док-станция, я не пользуюсь как операционной системой. В редких случаях. я даже в начале нашего диалога вам сказал, что в скором времени эти сборки вытеснят классические сборки на семерки, на XP, то есть, они заменят скоро, вот этот материал. Вот я на таком обрезке, у меня он стоит на нетбуке, но на нем работать невозможно на этом, то есть, это чисто так вот, для серфа по сети, там, для просмотра видео и не более, то есть, там никакая, ну, серьезная программа, там работать не будет. так же самое у нас заливаются сборки лопаткина. Многие, допустим, я тоже никогда, точнее, я пробовал использовать сборки лопаткина, вот, кстати, с Борисом Николаевичем я, ну, сейчас, правда, давно не общался, а так мы с ним общались, ну, какой-то период времени, вот, и знаю очень многих людей, которые вот ко мне на сайт приходят именно за сборками лопаткина, даже как-то комментарий был, то есть, а что у вас нет новой сборки лопаткина, я говорю, а почему она у нас должна быть? Ну, заливаем там, ну, когда есть возможность такая, а я вот у вас зарегистрировался только ради этих сборок, потому что увидел, что у вас есть раздел лопаткина, то есть, я не считаю, что это плохо, то, что там человек режет эти сборки, то есть, есть у некоторых потребности такие, у кого-то есть старое железо, там, у меня, допустим, в гараже стоит компьютер на 478 сотике, и на нем прекрасно живет экспишка. Ну, куда она денется, на деронах старых 733-х работал? Боже, совершенно верно, и, ну, я сейчас просто таких уже, вот таких мамотых я уже не встречаю, 478-е очень редко, вот у меня полный подвал забит в гараже, полный подвал забит материнкой на 478-е, то есть, в свое время как-то был вот этот наплыв, списывали очень много с предприятий, так как мы обслуживали, то есть, это там, ну, где-то легально, где-то полу-легально, там где-то за какие-то там услуги, в общем, все это скапливалось. Вот, опять же, какие вот сборки, я просто сейчас смотрю сам вот на эти сборки, первые кто мне стоит, все стоят по алфавиту, Эдвард, Алекс Зет, который очень давно сборки свои не делал, Ката-Софт, Лопатки, Монкрус, Путник, Брянск, ну, Путников живых давно, умер, да, Путник, я слышал. Путника поддерживает умость, поддерживает его сборки, он туда не сует никаких, это сто процентов, то есть, я сам уважаю работы Путника, и как человек я его уважал, и как сборщик, как человек, то есть, вот таких людей, да, действительно, поискать, которые делали шикарные вещи, я сам на его сборке сидел одно время. Вижу, Монкрус тут у вас на сайте частенько бывает, да? Ну, он выкладывается у нас. Ну, знаете, списка такого, уже таких трешевых товарищей, как бы, не вижу. По Ката-Софту, по Ката-Софту, я как понял, он с 19-го года начал все сборки заново, с первой версии, сейчас пятая вышла, да? Понимаешь, в любом возрасте человек, ему, ну, как он говорит, никто не запрещает ему учиться, и само собой он стремится к тому, чтобы у него было что-то качественное. Пусть это где-то получается, где-то не получается, опять же, здесь много есть таких нюансов, по которому то или иное не выходит. Ну, не будем, я говорю, сдаваться. Ага, вижу даже и красноглазые у вас тут софты есть, операционная система Linux, Unix. Ну, я скажу так, я не специалист у них, если что-то попадается, заливаю, на виртуалку ставлю, не всегда. Вот. Ну, сборки какие-то есть. Это не... А, Bicachu, такой вот, Custom Debian 9, это он у вас тоже здесь присутствует? Сейчас посмотрю. Да? Есть его здесь, он у вас описывает. А есть ли он у вас в комментариях? Нет, я его не вижу, но довольно интересный товарищ. именно собирает на основе Debian систему. Очень даже неплохо. Сейчас я посмотрю, что у нас. Называется сборка Debian 9 XSSE Custom. По-моему, была. 23. 23.01.2019. Вот вижу, Компис есть. Или Компис. Ну, Компис это, как бы сказать, такой оконный менеджер, который отрисовывает эффект, если не ошибаюсь. Давно, давно уже им не пользовался, очень далекие волосатые годы. Сборка by Battle. Нет, это не важно. Это Debian, это не важно. Я в этих вещах не специалист. Я все время пишу, ребята, это не мое. Если вы хотите, я вам залью, но я ни в коем разе не уступаю. Люди как раз в Дискорде писали, чтобы я вам Linux предложил, просто для знакомления. Посмотрите, отличная система, интересная. Нет, почему? У меня Linux стоял, второй системой. Была такая, если помнишь, сейчас скажу, Xonomi. Xonomi, это была такая компания, отечественная, она делала сборки на Ubuntu 10.04, в далекие годы, в 10-е, тогда я занимался сборками. Было три конкурирующих сборки. Синяя птица, которая эти Xonomi выпускала. Так что там с играми был связан. Да, да, да. Росинка, Linux Mint. Да, да, было. И Ubuntu Junior, который я выпускал в текуле. А знаешь, еще какая была операционная система? У меня вот тут есть загашник. Ну, это все обычная Ubuntu, то есть это обычные сборки. У меня тут есть загашник, возможно, тебе будет даже интересно, и возможно, ты даже этого не знаешь. У меня до сих пор остались диски, хотя дисковода у меня нет. То есть, здесь у меня собираю я лицензионные, что когда-то я лично покупал. сейчас скажу, какая сборка была китайская. Прикольная такая штука была. Linux именно? Да, да, да. Именно китайская. Они ее русифицировали. И я ее поставил... А, вот она она. Red Star? Нет. Она называлась Yumf. Ну, я знаю, это Ubuntu с внешним видом XP. Знаю. Да, да, да. 2010 год. Знаю, я все когда-то это пробовал. Я тоже ее пробовал, эту сборку. И вроде как интересно было. Но понял, что это не мое факт. Ну, попробуйте что-нибудь отечественного производителя. база Альтераса. Иксей, да мне нет необходимости. Ты понимаешь, что все мои программы, в которых я работаю, они у меня написаны под Windows. Ну, ясно. Мне поздно переучивать. Не в том плане, что поздно. А в том плане, что у меня есть какие-то определенные свои предпочтения. Вот. Да, я интересуюсь, то есть вот вышла у нас этот Эльбрус. Вот я увидел Эльбрус думаю. Вот дай поставлю. Машинка есть тестовая. Я на эту тестовую машинку закатал. Блин, ну все. Но это, как вы говорите, сейчас поколение молодое, это трэш. Нет, там просто графическая оболочка как с VSE. Она просто не настроена, не красивая. Ну, я и не стал, честно говоря, вникать. То есть, как по мне, вот я для себя не вижу замен. То есть, для Windows, кроме Windows, я себя не вижу ни в чем. Ну, это традиция. Я имею в виду не в том плане, что я не хочу перейти. Да, мне иногда интересно что-то потестирует новое. Я никогда не против чему-то научиться. Но, дело в том, что по моим потребностям я не вижу программ тех, которые могут там работать. Я тебе говорю, я пытался, кстати, вот на этой, как вы, только сейчас сказал, ксанами, вот, пытался через Vine запустить прошлого продюсера. На тот момент это было, ты же сам говоришь, сколько лет, 10 назад, да? Давно, очень давно. Ну, да, на тот момент у меня был четвертый пенек, по-моему, ну, в смысле, одноядерный. Вот, и мне хотел... Тянул еще сенюю птицу, там столько эффектов было включено, я помню. Да, эффекты, здесь даже говорить нечего, там можно было такие эффекты применить, что за это не требовало небольшой какой-то графической памяти, оперативной памяти не требовало. Ну, знаешь как, из-за этих резиновых окон я не вижу смысла этой операционной системы. Не, компис, он давным-давно уже не развивается, сейчас совершенно другое все, и они сейчас концентрируют как бы внимание не на эффектах, а больше на функционале, тоже программ как бы большого количества нет, но пользоваться можно. Недавно как тестировал, не тестировал, а ознакомился, ставил на виртуалку Зорин ОС. Ну, Зорин это та же Убунта, вы по сути использовали все это время один и тот же дистрибутив, там просто разница в оболочке. По сути они все одинаковые, если на то пойти. Ну, не совсем. Ну, опять же, я не хочу, то есть, не мое это, давай мы с тобой эту тему, да они у меня есть на сайте, вопросов нет, на сайте они у меня есть, я выкладываю, люди, я никогда с людьми не спорю, там есть свой контингент, который обсуждает, я в этом думал, я никогда в это не лезу. Выложить, да, пожалуйста. Я не говорю, что я, то что у меня все у меня выложено, я могу дать везде какой-то адекватный комментарий. И никогда не лезвуйте, как говорится, в дебри, если я в чем-то не соображаю. Если я уверен в своей правоте, да, я даю какие-то комментарии. Знаешь, у нас сайт, ну, допустим, как тебе сказать, в некотором роде, вот, может быть, люди, поэтому из-за этого и держатся. Я, ну, дай тебе даже сейчас ссылку дам, потому что объяснять все вот это вот сложно. У меня еще, блин, горло пересохло. я сижу уже, кашляю. Ну, уже скоро будем заканчивать. Ну, да, да, сейчас я тебе покажу просто сборку. Так, где чем это? Вот, кстати, замушки и сборки, они востребованы. Мне не нравится, честно говорю. Ну, людям нравится, заливаем. Так, где же она есть? уменьши. Я еще демократично смотрю на сборки монкрус, с человеком общаются, немножко хамить, ну, если им нравится общаться, пожалуйста, это их. Нет, ну, я тоже, нет, Алексей, вот ты пойми меня правильно, понимаешь, я тебе говорю, у меня, как говорится, у меня вот, ну, своя жизнь, своя судьба, у меня, я не скрываю, у меня нервы подпорчены, вот, и вот, реагировать, не то, что адекватно, я вот считаю, моя реакция, она адекватная, но когда какой-то пацан, он начинает мне там, ну, ты бы сам почитаешь, что написано, у меня вот сейчас, вот на данный момент, у меня даже язык не поворачивается, вот если бы мне на улице сказали бы так вот, я бы его, и штанок бы внутри, просто, блин, для меня дико это все, ну, понятно, сделаешь, блин, где же она есть-то, подожди, вот сейчас специально хочу найти эту сборку, если ее в архив я не переместил, не берите, старшин с тямбой, субстановкой, это не то, ну, у вас, по крайней мере, они хоть на сайте бы немножко посидели, продержались, на каком-нибудь Уралтрекере их, наверное, выпилили, наверное, бы за 20 минут, кого? ну, народ этот весь, который к вам заходил, так я, собственно, не смотрю, есть они на сайте, нету, я вижу, я смотрю комментарии, нет, как говорится, говно не льют, мне без разницы, кто у меня на сайте находится, а, ну, а вы видели на Уралтрекере, сколько там рекламы? я не хожу туда, и потом, туда даже страшно сходить, я рекламу блокирую на уровне скриптов, я не вижу рекламу нигде, блин, где же эта сборка-то, а, вот она же, елки-палки, блин, три раза ее пролистал, вот тебе, пожалуйста, сборка, и она не одна такая, я тебе вот сейчас даю их спешку, вот, а именно, таких сборок очень много, так, сейчас, подожди секунду, не туда залез, вот, читай, само описание, открой спойлера, почитай, так, что-то она у меня здесь не отображается, может, чуть позже появится, у меня здесь видеофайл, только, скайп, скайп, у нас, я не знаю, какая у тебя версия, восьмая, восьмая, вот обновилась она у всех принудителей, не скайп, а, вот появилась, все, вот, я сборку выкинул, это последнее было, то, что я выкидывал за март, больше сборки не будет на сайте, почему, там еще описание есть, 2019 год, так, это вы оформляли, да, ну, это я оформлял, да, вот, тут еще демократично, негритянок нету, не вижу негритянок, кучерявых баб, с большими буферами, тоже, ой, 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 какой материал, боже мой, вы что, хайманы режута говорят на юге, что, какой материал, про что-то, какой материал, люди слюни будут пускать, какой материал, тут и темы, тут и темы, на нее есть видео, на нее уже есть видеообзор, ты можешь его посмотреть, опоздал я, короче, да, да, почему же опоздал, да нет, я не буду делать в том, что на xp уже смысла нету, понимаете, нет, а почему нет-то, кстати, сборка вполне работоспособная, хотя бы она и порезана, нт-лайт, то есть, вот я просто знаю людей, которые, сборка им понравилась, ну, там нет никакого дерьма, то, что она грубо порезана, да, вопросов нет, я это все отразил, такие сборки, в основном, идут в раздел классика, у меня есть раздел классика, где, как раз показываются, эти старые xp, шные темы, значки, программы, людям очень нравится, и в основном, там никакого негатива нет, а в основном, люди, они ностальгируют, вспоминают, какие-то моменты, я допустим, я с удовольствием, вот, если бы сейчас было подходящее железо, оно периодически у меня появляется, вот, и периодически я ставлю спишку так, чтобы просто, ну, не забыть, что это такое, я кстати... А что, перебью, извиняюсь, что вы знаете про современного зверя, это же не настоящий зверь выпускает, вот эти сборки последние. Сборки зверя, я, честно, опять же скажу, никогда не уважал, сейчас не соврать, на каком-то, в свое время, на каком-то файлообменнике, блин, дай бог памяти, как называлась сборка, то есть, это была даже не сборка, а был просто оригинал, с вшитым, ну да, был вшитый ключ, то есть, там не было вот этих свистоперделок, никаких, никаких VPI-ов не было, ничего. Сборку зверя, я пробовал, врать не буду, вот, но это было, наверное, где-то на протяжении, может быть, да даже меньше года, и вот, и потом я с огромным привитым удовольствием от нее ушел, вот, и пересел я на семерку, именно с выходом SP1, так я сидел на английской версии, на 64-битной. Ну, сборки были его ужасны, там, однотипный был софт, то есть, 15 браузеров, куча всего лишнего было. Не могу ничего сказать против того, хотя сборки зверя, вот, которые выкладывались, просто ради интереса, где-то даже она была, где-то была на сайте, вот, это одна из, ну, в смысле, которая вот эта новая была сборка, сейчас я попробую найти. Ну, люди в основном вспоминают чип, то есть, с добрым словом, почему-то именно чип. Ну, а почему нет? Из всех вот этих XP, экстримов, я имею в виду классику, Kill Bill, вот этих сборок, почему-то именно чип, вспоминаю. Хороший, если идет разговор про XP, вот, хорошие очень сборки были XP в войнах. Она, кстати, даже у нас должна быть. Да, вот на войнах XP. Здесь, правда, ни оформления, ничего нету, еще был 12-й год. Давайте мы вернемся к ката-софту. На самом деле, ничего против человека не имею. Я вижу, что за последние 5 сборок с 19-го года ни деятельности никакой, у него там, как бы, такой варварской, ничего нету. Очень жаль, что перестал делать классический материал, который он выпускал. Ну, там было за что снимать сборки, честному слову скажу. Ну, там было там. Сура-софт, он отдыхал нервно в коридоре, сейчас материал совсем другой, совершенно безобидный. Единственное, к чему я приколупался, это, естественно, было то, что я подумал, что это одна из, так называемых, чистых сбороков Горского. Если это не так, то, в принципе, Нет, это не так. Это не так. Вы знаете, что запись, естественно, я веду. Разговаривал я с вами по-нормальному. На личности я не переходил. Я, по-моему, не переходил. нормально поговорили. Если вы не против, все это будет выложено. Ну, мне, собственно, я уже, как говорил, не скрывать ничего. Естественно, те люди, которые нападали, оскорбляли, они увидят, проанализируют, что прошел нормальный диалог. То, что было в Дискорде, естественно, я выкладывать не буду, потому что там, ну, просто, ну, просто, ну, просто, ну, первых, неэтично получился, и разговор не получился, потому что, непонятно было, кто с кем общался. Мне казалось, что вы мне говорите, вы писали, вы вообще отвечали, то есть, в комментарии под этим. Ну, по-свински там, грубить, хамить, естественно, я не буду. Я вполне себе считаю нормальным человеком. Надеюсь, впечатление от меня тоже сложилось нормальное. Посмотрел, посидел по сайту. Не все, конечно, мне там из списка нравятся люди, но, тем не менее, самых оторванных, отмороженных у вас там нет, на самом деле. Они там отсутствуют. Ну, и замечательно. Да, против тех, что там есть, ничего против не имею, и давно люди ничего не присылают. А в видео у меня формируются как раз замечания людей. Прекращать свою деятельность я не буду, потому что отмороженных очень много. Они присутствуют, они есть, и слава богу, они у вас на сайте отсутствуют. Алексей, у меня к тебе будет одна просьба. Вот, когда ты делаешь свои обзоры, вот, не надо, во-первых, всегда подумай о том, что, вот, за каждым, я тебе, как уже сказал, за каждым ником существует реальный человек. И, вполне возможно, ты этому человеку можешь навредить. Я тебе говорю, если ты хочешь, это уже не для записи. Сейчас я понимаю, что идет запись, а не для записи, просто чисто по-человечески. Мы с тобой можем пообщаться, я тебе много чего могу сказать. у меня последнее, за последнее время уже все меньше и меньше, знаете, и, во-первых, и материала меньше. Я боюсь, чтобы рубрика вообще не умерла. Потому что, материал вымирает. Вот даже вот у вас на сайте пострел, у вас практически получистые эти сборки. Ни над чем, ни над чем не подшутить, ничего. То есть, время меняется, понимаете, материала такого уже нет. Конечно, я знаю, что он будет периодически появляться. Но те люди, которые уже начали делать что-то более другое, я думаю, что возвращаться им обратно в 17-16 год, я думаю, смысла никакого нет. Ну, жулики, как есть, так и будут. Они будут появляться, они будут продолжать заниматься вот такой деятельностью. Господин Ури, как я его называю. Это кто такой, кстати, я так не пойму. Ури? Урал. А, Ури. Это Урал. Я не пойму. А почему Ури? Потому что же катает жалобы. Приходилось придумывать название конспирации. Пельмень, Ури. Потом кто-то придумал Урина. Но Урина на самом деле уже обидно. Я этого, как говорится, не это. Да, там настоящая была война, человек жалобы писал, люди, специальные эти ролики, он записал ответку. Так я не пойму, ты мне-то хотя бы объясни, вот я уж сомневаюсь, что мы с тобой когда-нибудь так поговорим. А в чем, собственно, сырбор-то, с чего начался? Сырбор начался с того, что его же, получается, я не знаю, не хочу его тоже оскорблять, потому что я видел, он здесь в чате пробегал недавно. Тот самый, который, ну, вы рассказывали, то, что он Кратиборусу, да, вот этот вот кряк запихнул, майнер, А, я тебе сейчас, подожди, кстати. Он пролетал, он здесь уже пролетал, недавно он появлялся. Кто? Он уже появлялся, и все это, наверное, кто, кто? Тот самый Толяныч Толяныч. Да нет, я тебе не про то говорю, я тебе говорю про то, что, ну, там, я говорю, мне за это видео немножко стыдно, потому что мне было и смешно, и мы так, в такой компании еще сидели, ну, можно сказать, о подпольности в выражениях. Сейчас я тебе покажу. А потом мы еще отмечали праздник небольшой. Так, секунду. Кстати, там у тебя твои архаровцы. Никто не интересуется железом? Я не занимаюсь совершенно, я вам, вас уверяю, что я совершенно не контролирую никого. Может быть, на дискорде есть какая-то рубрика, где они интересуются, но сам ничего им лично не продаю. Можешь информацию ребяткам подкинуть, я позавчера получил клиенту планки памяти, китайские планки памяти, Athermiter называется, упакована шикарно, частота 1866, цена просто демократична, 1700 рублей за 8 гигабайт. У меня стоят планки Геловские золотая серия, я две планки вытащил и поставил вот эти китайские, потому что частота та же самая. Было мое удивление, что планки работают вообще, как будто это стоят мои родные елхские. Вот сегодня я заказал себе 32 гигабайта еще дополнительно, и по такой цене, мало ли кто-то может просто страж будет, как говорят, сидят там на старом железе, я просто цену-то знаю, который у нас магазин, могу скинуть ребяткам твоим именно ссылочку на магазинчик, много чего можно взять. Вот сейчас на Алиэкспрессе буквально недавно я себе ставил третий монитор, потому что порой нужно бывает на сайтах работать, то есть удобнее на это самое меньше. Был вынужден взять себе, так как я не играю вообще, меня вполне устраивает уровень. Знаете, я вам так скажу, что допустим ждали они совсем другого разговора и они на вас нападали, а сегодня мне это жопу намылит, поэтому я думаю не до оперативной памяти мне будет. Я к примеру так говорю. Нет, я просто у себя в чате выложил информацию, я не знаю что за акция проходит, она акция за акцией. Тут в чатике Анатолий зовут, он пишет, что я перешел на личности, для начала тебя товарищ зовут-то не Анатолий, так что давай там в Рязани сходи кофе себе завари. Я не знаю как его зовут, я с ним не знаю. Заблокировали, Ури заблокировали, зачем ты заблокировал там снизу? Даже он приходил, всем интересно было как мы общались. Вы ничего лишнего не сказали, нормально пообщались, поэтому я не думаю что наоборот всем интересна будет моя позиция, потому что у вас же многие наверное на вашем трекере и не знают что я за человек и что у меня в голове и что я за мальчик. Причем я-то узнал о тебе именно от своих пользователей. А вы видели что выложил Лещенко? А что Лещенко? А кто такой Лещенко? Что он выложил? И вот я буквально нет, первый раз я увидел наверное брать не буду наверное месяца может быть 4-5 я видео увидел и потом что-то у меня какие-то там свои интересы появились и я не досмотрел причем это не касалось там ни Котософта никого а потом да я узнал что делаются обзоры вот эти блин я вот даже на Ютубе хреново ориентируюсь хотя видео свое заливаю мне свое видео найти хоть я заливаю искать ну нам нужно заканчивать я думаю люди посмотрят люди посмотрят и все поймут я думаю что конфликт исчерпан я не собираюсь конфликтовать тем более когда люди вместо того чтобы писать жалоб на Ютуб захотели пообщаться неправильно конечно было изначально мнение по Дискорду сложено и вы не обижаетесь на народ народ на самом деле очень адекватный очень Алексей это народ неадекватный я еще раз повторю что это народ неадекватный если народ так общается с незнакомыми людьми и причем они даже не предполагают какие последствия могут из этого быть я не говорю что я буду устраивать какие-то последствия но это все возможно понимаешь ну я надеюсь что вы со временем мнение свое поменяете надеюсь очень на это надеюсь Леш если бы мне было 30 лет я бы его возможно поменял и подстраивался к обществу вот к тому обществу которое сейчас понимаешь ну я воспитан в Советском Союзе ну это понятно у меня понятия я свои понятия навязывать не собираюсь меня бы вполне устраивал на полном на полном серьезе не буду перебью ну перебью чуть-чуть скажите господину Катасофту спасибо за материал 16-го 17-го ну и начало 18-го года претензий к материалу его современного у меня нет это будет этот ролик будет заключающая часть вообще в принципе всего этого конфликта я думаю что делить нам больше нечего претензий к сайту у меня вашему нет а ну я вам описал саму претензию раз вы особо на этой рекламе не завернуты тогда вы объясните Катасофту что ну понятие если я даже об этом говорить не буду будут гореть другие и поверьте мне резонанс очень большой постоянно на этом говорят и сейчас время все поменялось и люди начинают во всех этих сборках шариться ковыряться рыться чтобы находить какие-то моменты Алексей ты пойми меня правильно вот я не заостряю своего внимания на том кому-то это понравится кому-то нет мне достаточно того что у меня на сайте именно его сборки в таком виде в котором они есть они не идут дальше никуда если сборки выходит там на рутрекере можешь поверить что на рутрекере сборки проверяются вот и до вот то они эти сборки они чистые но в рутрекере там очень хороший отбор потому что отбор просто на высшем уровне совершенно верно сборки катасофт там очень часто появляются и причем даже заливает порой не он сам а заливает еще кто-то сборки уралсофта с 13 года там отсутствуют насколько я знаю вполне возможно было разбирательство и даже был у меня скриншот такой интересный я там вырыл то есть человек активно добавлял вредоносные какие-то вещи просто в наглую добавлял вот я тебе чтобы подытожить весь наш разговор вот по поводу троянов и всего остального знаешь здесь поговорка не все золото что блестит и ну можно так же самое сказать не все говно чтоトроян понимаешь вы посмотрите последние ролики про катасофт я сказал что это активаторы я не сказал что это Троян вот то что но опять же ты сказал это активатор ты сказал не активатор ты сказал возможно это активаторы понимаете ну и все досконально я что посоветовал там и сказал заходите я можете посмотреть заходите на проверенные трекеры я привел в примеру трекер и ищите активаторы там на утрете активаторы запрещены в открытом виде если ты не знаешь я там что-то последний раз скачал и не помню ему такого быть не может на утрете ли строго запрещены актива уже не помню честно но в любом случае на любой форум можно какой-нибудь зайти и у людей попросить они поделятся а зачем куда-то ходить если есть я говорю официально все все уходит официально руборде вот сегодня выкладывал активатор кстати ради интереса можешь посмотреть любишь пользу активатор так или иначе как бы ты не советовал как говорится лицензионное программное обеспечение не у каждого есть возможность вот я сегодня выкладывал на сайте активатор скачал я его давно еще как он вышел просто работы было много не было возможности залить сегодня я сделал на него обзор видео обзор кстати эти сейчас ну наверно буквально еще займу несколько минут тоже хочу уже пулить сейчас эти покажу и посмотри заодно видео обзор то есть как как я это проверяю и так очень много чего также вот и допустим там вот вышел касперский сейчас буду видео готовить по активации 20 касперского хотя сам я его касперского сам антивирус как по мне это полный отстой но это мое личное мнение никого не хочу убеждать пошла ссылка нет да 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 я вижу есть вот совершенно активатор чистый то есть я его загнал полностью на вирус тотал там в принципе все и было показано вообще даже 0 эмоций то есть он не жалуются ни на что никто не жалуется дает цифровую лицензию там есть цифровая лицензия и активация но это на десятки вообще активатор универсальный для семерки но опять же здесь как говорится вот это производство мэйлин турция то есть они загнали ну как обычно делается один сделал скрипт 2 что-то сделал еще там третий добавил 4 добавил но они работают честно то есть у них благодарности все это прописано благодарен того-то того-то того то то есть автора и всех они всех это упоминают но активатор действительно такой же есть активатор урдиворса то есть но это просто новинка как говорится здесь кое-что изменено вот но большинству я буду допустим я я лично посоветовал бы именно этот активатор знаете чтобы я посоветовал бы чем бы закончил бы ролик мне хотелось бы чтобы у жителей снг было достаточно доходов чтобы покупать лицензионную систему лёша кому-то это не хотелось но к сожалению к огромному сожалению народ поставили в такое положение что я сомневаюсь что никогда будет было получи когда сейчас вот знаешь я вот сейчас даже рискую попасть под какие-то как говорится но не негативные последствия для себя да но опять не бояться нечего я свои уже прошел на самом деле бояться уже ничего вот у меня буквально недавно соседка пришла матюкается вообще на чем средства я ведь маша что случилось она женщина уже за 70 лет и пришел налог за то что на даче существует более 35 лет я уж не знаю каким-то макаром получилось что попала туда налоговая из нее требует заплатить налог за теплицу который строил ее покойный муж еще при там я не знаю лет может быть 10 назад он своим силами там с прутов это все сварил обтянул пленкой потом там она заказала поликарбонат уже перетянула ну и ты как какой может быть благосостояние людей на земле которая была куплена неизвестно когда за за личные деньги да я сам живу в оперативной квартире который куплено было в свое время то есть это мое мое это мое личное тем не менее за меня берут за это налог и мы говорим там о какой-то каком-то благополучии нашего населения да ну бред на youtube канала говорят наоборот что это фейк противоположие ну ладно вы живете в россии вам лучше знать потому что я живу я я был в беларуси у меня друзья беларуси у меня служили в беларуси коваленко володя может быть даже ну навряд ли знаешь беларуси тоже не как говорится это не поселок вот но это у меня был такой человек который служил со одной до сих пор поддержим отношения служили в беларуси на не понял что вы в беларуси служили нет я служил на китайской границе ясно ясно беларуси всяческие морские учебки нет я был на китайской потом был японской границы а учебки я был в приморье станции приморская 1 тогда была тогда школа сержантского состава понял понял ну побудет по общали замечательно я уже буду просто буду заканчивать потому что общаемся уже очень сильно долго я думаю нормально пообщались люди посмотрят сделать свои выводы он погорячились со всех сторон я бы и не снимал бы и не снимал бы понимаете наверное и предыдущий ролик вот этот потому что уже с пятой части в пятой части я уже снял и показал что там более-менее все чистое ну алексей третий час который все разобрались у меня сейчас такое впечатление что ты меня опять же не услышал я вообще про сборку катастрофта не говорил я сделал вот это видео опять же я тебе говорю которые я тебе скинул она чистая там никаких обрезок нет ничего если хвост присутствовал в этой сборке да он присутствовал причину мы выяснили да выясни и дело-то не сбор как я тебе уже говорил я противник сборка не в том плане что я противник людей которые эти сборки делают опять же я повторяю что что если это востребовано вот если людям это нравится почему бы нет но вы более чистый материал понимаешь у меня есть скажем возможности построить под себя систему так чтобы она работала так как нужно могу это сделать каждому у меня я тебе честно скажу у меня установка клиентская установка у меня чистой системы операционной у меня занимает ровно девять часов я вас понял я вас с полными настройками я беру оригинал либо обновляю интегрирую обновление симплекса это единственное обновление которым я доверяю то есть как я уже говорил мне не нужно лишняя телеметрия и все остальное обновление симплекса они провели ну они недаром позволяет все это дело отключать microsoft для того чтобы можно было как-то настроить все это дело под себя это хорошо потому что в любом случае ну скажем так microsoft не позволяет там microsoft вынужден позволять ну да потому что на каждую хитрую сам знаешь что бывает да так что помимо microsoft и есть еще у нас и в россии и в белоруссии умы которые клали большой и толстый на все вот эти вот как запретили сейчас в новых ну смысле пытались запретить установку десятки на устаревшее оборудование но в городе сделали патч пожалуйста ребята ставьте на 155 на 156 в принципе на 478 можно поставить новую сборку и потестировать понял ну позиция насчет мошенников у нас тоже идентична вы против мошенник ну мошенничество не есть хорошо не может быть иначе это очень хорошо на приятной ноте заканчивал потому что мне еще куча монтирования не именно про этот ролик речь идет там еще у меня много чего я единственное чего не сказал у меня к тебе просьба по крайней мере у меня осталось такое впечатление ты своих вот будет будущий ролик или там роли который ты будешь монтировать с нашим я бы просто хотел услышать от тебя что ты тоже был неправ когда ну скажем так нелестно отзываешься о людях вы хотите чтобы я был более нравственным ну можно и так сказать ну я на самом деле более нравственным просто приходится подстраиваться под современные требования общества я конечно постараюсь в любом случае знаешь хорошая песня есть у макаревича не стоит проебаться изменчивый мир пусть лучше он прогнется под нас я понял я вас понял ну что будем заканчивать спасибо за общение надеюсь взаимно да надеюсь тоже как бы дискомфорта вам никакого не сделал пообщались но дискомфорт мне сегодня доставил только поведение вот этих товарищей которые сначала начали ходить на сайте потом начали хамить дискорде поменяются они время дай бог чтоб у них на мозг появились у них назад все 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 меняется понимаете все меняется это время такое давай всего доброго до свидания всего хорошего ну что ж господа поговорил долго долго поговорил наверное уже на половину из вас заснули но тем не менее данный разговор должен был произойти мы поняли с вами что есть как минимум два клана сборщиков на самом деле порылся у него на сайте там выкладываются всего определенное количество там 5-6 сборщиков как выкладывается ну есть другой клан который совершенно честно не работает конечно к этим товарищам тоже вопросы есть совсем всему на слову верить я считаю тоже не нужно ну тем не менее какого-то такого бешеного безумного негатива я не не заметил в первую очередь делайте выводы вот уже вижу в дискорде народ пишет уже все наконец-то ты уже закончил стрим заканчиваю на лайв канале и потом с этого стрима я сформирую ролик немножко его укорочу и уже скинул на основной я думаю многим будет интересно послушать уже немного уменьшенный материал наверное первый первый нормальный диалог со сборщиками обычно обычно сборщики угрожали мне анальной расправой писали всякие гадости и хотели вообще чтобы я ну по вы поняли ну что ж на этом я заканчиваю всем пока спасибо за внимание так подскажи по сокету 8 я помню только сокет 7 сокет 3 и сокет 5 это из старых сокетов другой ничего не помню так все лишь размуть меня в дискорд пишите администрации дискорда я там как бы имею должность но моя задача писать ролики они заниматься администрированием всем пока